Не надо обиды, давай не серчай Сделай глубже вдох Ни для кого не откровенье Что Шепард сдох Ведь я разработчик из Bioware Просто сотрудник Bioware Мои вины здесь нет Мои вины здесь нет Ведь я разработчик из Bioware Я лишь работник Bioware Я лишь работник Bioware Мои вины здесь нет Дверь Время не то, что внести Стоять, когда внести в цеха Переявиться с неверными моими Дверь Время не то, что внести Стоять Ведь я разработчик из Bioware Просто работник Bioware Мои вины здесь нет Они тоже завязаны на эту песню Мои вины в этом нет Я просто работник такой же, как ты Просто работник такой же, как ты Не смей меня винить Всем добрый вечер Легендарная песня в исполнении коллектива «Отвратительных мужиков» На вокале был Петр Сальников Текст песни Виктор Зуев Песня была написана по мотивам печально известных событий В данном случае Это выход «Масс эффект Андромеды» Настолько нас впечатлило, что мы Разродились вот этим синглом, который поют и цитируют до сих пор И на официальный По-моему Где я ее исполнял-то вообще? Где мы ее пели-то? А, сорян Стоп 768 тысяч просмотров Вот так вот Мне кажется, что Ну, мы скромный коллектив Вот Нас многие знают в узких кругах Но вот мне кажется, что вот такие Такие работы действительно у нас разошлись в народе Вот Если вы не знали, то повторюсь Поэт Петр Сальников Текст придуман мной Потому что прямо вот Настолько Настолько было Настолько горело изнутри Так Что у нас будет сегодня? По каким-то дурацким причинам И на которые я повелся Везде было написано, что Вот эти вот анонсы и подробности Состоятся в 9 вечера по Москве В итоге Анонс ремастера уже состоялся То есть если вы вдруг не знали И вы только что подключились Заяц Топатун Спасибо большое, кстати Там тоже был донат Сейчас прочитаю Спасибо, Заяц Топатун Что ты с нами На Нормандии Так вот Анонс состоялся С чем всех поздравляю Ура Это все-таки случилось Он существует Призрачный Ремастер существует Никаких подробностей пока нет Даже про платформы Поэтому Ждем В итоге Некого шоу Которое сейчас Выглядит Немного Бессмысленным Но ладно Надеюсь, они могут показывать Что-то кроме тизера Потому что тизер ни о чем Нам сказали, что это будет 2021 год Ремастер трилогии существует Там Подтянут Текстуры Подтянут все Ну и собственно Вот на самом деле В этом заключается И вся информация Но об этом Почему-то сказали Заранее Причем официальные аккаунты BioWare и Electronic Arts До того, как стартует Вот это вот типа Супер анонсированное шоу Какой-то идиотизм Ну мы же понимаем Да, что И все у них так И все у них так Вот Поэтому дождемся 10 часов Как на самом деле Она должна была стартовать В 10 Не в 9 вечера, а в 10 Вот И у нас есть время И у меня есть кое-что Заготовлено По поводу чего Мы можем сильно поностальгировать Я в том числе Вот Возможно кто-то услышит это впервые Я говорю о знаменитом 51-м выпуске Адовой кухни Так назывался наш подкаст В незапамятные времена В доисторические времена И И Этот подкаст Был посвящен концовке 3-го Mass Effect Я давненько его не слышал Но Даже Даже очень хочется вспомнить И поностальгировать Потому что это было Это было тоже событие В какой-то В какой-то мере Как Андромеда было событие Которое подарило нам Знаменитую песню Так И концовка 3-го Mass Effect Это было тоже Величайшим событием Окончанием Величайшей трилогии Которая Отразилась Мне кажется На всех нас Затворник Спасибо большое За 10 месяцев До этого был Вильзевул Вечера Грешники Время не то Но что мне ваше людское Когда ворветесь В СК 3-бице С неверными во имя Господа нашего Подмигиваю Вильзевул Ну теперь Только после Вальгалы Тут уже как бы Тут не получится Вот Хорошо что Mass Effect На 21-й год А представьте Если бы они сказали Что Mass Effect Выходит сегодня Вот это был бы Пиздец Вот это был бы Пиздец Вот Ну то есть Ну я бы Я бы на старте его взял Если бы Сейчас был анонс Mass Effect И сказали что Он уже сейчас в магазинах Ну 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 что бы мы с вами сделали Ну я думаю что Выходные Просто пошли бы Просто по одному месту До 10-го числа До Вальгалы Я бы сейчас Я лишь работник Bioware Я разработчик Из Bioware Дед Вить Ты ебанулся Там уже платформы Объявлены Гений секса Хорошо я это пропустил Потому что Из того Дурацкого Невнятного Тысяча раз Передернутого Разными СМИ Анонса Я так и не понял Если честно Где объявлен Mass Effect На Xbox Series S И X Он объявлен Это единственное Что меня интересует Давайте Может вы мне скажете Везде объявлен Везде объявлен От Свитча До Икса Так Релиз Весной 2021 года PlayStation Xbox PC А также Лучше для PlayStation 5 и Xbox Series Отлично Все что мне нужно Все что мне нужно Так ну и Давайте Давайте Вспомним Как заканчивалась Трилогия Великая Закончилась она тем Что Мы Будучи коллективом Адовой кухни Записали На мой взгляд Один из самых Величайших 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 Подкастов В того времени И не грех Его переслушать Так это не он Извините Кирс Киера Сар Добро пожаловать На борт Нормандии Всем привет, с вами подкаст «Адовая кухня» на Канобу.ру Микрофона Виктор Зуев на бодрячке В полном Георгий Добродеев На Канобу.ру еще Да, и Петр Сальников Сегодня у нас разоблачительный выпуск Направленный против неблагодарных говноедов Которые мало того, что масс-эффект наконец-то вышли Ребят, как? Я лишь работник, аюэ Картинку нельзя, потому что это был подкаст Умудрился родиться в НС Медай Но прошел трилогию только в прошлом году Во многом благодаря подкастам ДМ Спасибо мужикам и Виктору в особенности За одно из лучших впечатлений в видеоиграх Унион Николай, спасибо тебе большое за сообщение За благодарности и прочее Но вот хочу напомнить, хочу напомнить, что мы говорили о масс-эффекте еще во времена адовой кухни Во времена Канобу Вот я вижу, ну по крайней мере выложен этот подкаст 16 января 2016 года Вышел, так еще и Байуэр их обидели дурацкой концовкой И теперь они тоже хотят, значит, восстановить справедливость Чтобы была другая концовка, да, Виктор? Мы с этими людьми не имеем ничего общего Как вы помните, в прошлом выпуске мы обещали закрыть подкаст Если нам точно так же, как и всем остальным уродам Не понравится концовка масс-эффекта Бан-слова, даже если есть подкасти То это, простите меня, чужое произведение В данном случае Все права, все права на адовую кухню Принадлежат к Anobu.ru Но нам проплатили, как известно Концовка нам очень понравилась Я сейчас буду уже У меня уже подступает Вот, и сейчас мы вас всех Смешаем с говном Виктор, что вы думаете... Господи, какие были подкасты раньше Да, это не шнадцатый год, конечно же Да, это где-то примерно год тринадцатый Ну, конечно, в нас злости И, короче, какой-то жести было гораздо больше Ну, просто пиздец Я сейчас иногда слушаю самый такой Боже мой Надо, кстати, сделать какой-нибудь ностальгический выпуск Я слушаю старые подкасты адовой кухни И сгораю от кринжа Пойте об игре Mass Effect 3 Давай, вот так вот Первый комок грязи Я выплю такой И начинаю швырять, да? В ту сторону, где... Как горилла в том ролике Который в зоопарке кидаешь В группу возмущенную с плакатами Концовка неправильная Шепард ненастоящий Да Ну, об этом мы поговорим подробнее Перечислим поименно вообще всех Вот Что про Mass Effect и про концовку Да охуенно! Ребята Я когда закончил вот играть и положил джойстик Я титры... Когда ты кончил играть? Кончил когда Я когда... Когда я кончил играть, я кончил Так Посмотрел титры, не перерывая вообще там Не нажимая старт, там прочее Я сидел, смотрел на экран Думал о вечности Слушай вот этот Обязательно И когда я увидел картинку с легендой Шепардом Где вот старичок, ну неважно, да И со своим внучком Старичок с внучком Стричком-внучком, да Спойлеры пошли Наверное, да Завел его в лес И перед тем, как убить Такой, я расскажу тебе А что Заманил Для меня это была вообще вишенка на торце Я не веду Я разработчик из Байуэр Я потратил столько-то часов На ваши стримы про подлодку Будьте любезны рассказать Про судьбу главного подводника Что вы себе позволяете Я выбираю на крик с Марин Да, да, да О зоммере замолвите слово Вот это вот панорама чужой планеты На которой зародилась жизнь Благодаря вот этой моей концовке Светлоскай, привет Добро, пожалуйста Что? Я думаю, что именно эта концовка и не понравилась Где дедок с сыном Почему на планете снег? Почему на планете деревья, а до этого были джунгли? Голос Добродеева Почему на земле две луны? Сколько лет, сколько зим То есть там тоже куча вещей, к чему придраться Ну, собственно, я закончил играть в Mass Effect Графт Nightmare, привет Посмотрел концовку Надеюсь, сегодня не будешь ковноездывать Потом сейва начал опять Посмотрел другую концовку, которая меня интересовала И причем мне не выдали за другую концовку achievement Что тоже очень круто, на самом деле Это по хардкору Ну, то есть ты выбираешь тот вариант, который ты первым выбрал Ну, вот он, по сути, тебе и засчитывается в твой профиль Да-да-да-да-да-да А все, что было потом, это уже все понятно, что ты Читер! И тоже мне, в принципе, все понравилось Ну, вот, единственное, что не понравилось Почему, скажем так Я бы, по крайней мере, ожидал, что планеты на которые упадут корабль Они будут хоть чуть-чуть разные Да в принципе, все как бы все окей Я не то чтобы прямо Вот, кстати, к вопросу о подкастах в тринадцатом году А вообще о какой-то игровой, каких-то материалах, игровых, любых рассуждениях в тринадцатом году Мы вообще не парились о том, что кого-то расстроит, что мы спылирим концовку Мы такие, ну, типа, ну, как бы, ну, великая трилогия закончилась Ее надо обсудить Никаких предупреждений о том, что, внимание, спойлеры Мы просто сидим и обсуждаем концовку Mass Effect Если для вам это важно И вы прям вот максимально, не знаю, дрожите этим То, наверное, вам сейчас это первый Вот, ну, сейчас в двадцатом году я вынужден делать дисклеймеры Что, типа, ну, наверное, эту часть, эту часть стрима вам стоит пропустить Потому что тогда мы вообще просто срать ебали вообще какое-то мнение Которое, не знаю, нам не нравится Дичайше расстроился Вся концовка была примерно такая же, как я мог бы ожидать, допустим, в книжке Айзика Азимова Ну вот, про то, что, а потом появляется какая-то непонятная сущность Рассказывает тебе о том, что галактика на самом деле не то Как ты ее представлял, все предыдущие 18 томов С борта Нормандии Ты в иллюминатор смотрел, дурак А она вообще-то больше А тут как бы, ну, то есть, Бессон, есть вот этот катарсис Он наступает, потому что тебе вливают какую-то часть информации Которая абсолютно для тебя новая И вот поэтому тоже, кстати, вайн-комьюнити О том, что почему нам ничего не рассказывали про то, что вот это вот так все на самом деле устроено в самом начале Блин, а нахуй еще тогда игру делать? А мы вообще сделали для того, чтобы вам это все рассказать Вспомните видео, когда флот выходит на финальную битву Вот на самом деле это Да, да, да Это же вообще Это вообще, это звездные войны Плюс космический десант Просто про финальную битву начало Думать о фантастике То есть там я это видео смотрел просто с открытым ртом Я тоже Да, а вот концовку я не смотрел с открытым ртом Не знаю Это единственное Не знаю, чуваки Я все, что я такой прям ждал Ну где же, где же это говно, которым все недовольны И, значит, там начинается уже миссия на земле И Шепард, значит, один идет мимо всех своих солдат Разговаривает со всеми компаньонами Типа дысызыд, короче, сейчас он, короче, да Прощается со всеми друзьями Если что, мы с тобой встретимся на небе, там нажремся А если я там один окажусь, я буду смотреть сверху вниз На тебя прикрывать твою тощую жопу Гарус Короче, жалко, что будет Я, кстати, девственником полетел на землю Поэтому, не знаю, я что-то не так нормально Я единственное, ну, правда, за это очевидно не дали С Джессикой Чобот Мне, кстати, мне кажется, что мы используем музыку даже из Mass Effect Представьте это сейчас в современных условиях Там вообще, там просто, там была опция в диалоге и серия Хочешь страхнуть меня? Такой, да Ну вот, и... Очень круто, когда там начали Жессика Чобот Я ветеран войны На Эдин Прайм меня наградил сам Адмирал Хакет Что вы себе позволяете? Подробное объяснение Ветеран Эдин Прайм Просто дождитесь Дождитесь уже этого эпизода И это воодушевляет своих солдат Прямо все заебись Потом начинается вот это вот немного затянутые там бои какие-то Все круто И потом, значит, в самом финале Типа Наш единственный шанс это доставить небольшой отряд на цитадель И там все разрулить Да, окей И начинается вот эта вот миссия в стиле спасения рядового райна Когда все бегут и едут вперед к этому лучу И всем уже насрать Никто даже не стреляет Все просто бегут И там Ааааааааааааааааааа Сразу с этой стороны луч С этой стороны лучи. Я такой, как это все? Оху**енно! Вот так вот. И лучи у**шивают Шепарда. Он просыпается весь от**женный. Я сижу такой тоже какой-то весь грустный на диване. Он просыпается и потом в конце из-за камня выскакивает этот мародер Шилдс, который стреляет в Шепарда. Я в этот момент просто... Я чуть кишки не выпрыгнул, когда он выпрыгнул за угла и выстрелил от него. Я, на самом деле, так охерел от него, что он меня убил первый раз. Ну реально, я прям вот так вот. И он идёт, 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 идёт. И нормально, короче, прилетел. Там в говне всё в аду, короче. Туда-сюда. Андерсон-то где? И я, б***ь, что-то уже из последних сил. Там вот эта вот сцена, когда, значит, я убиваю призрака. И там сидят двое неудачников. Один избитый, другой раненый, да, умирает. Ну вот, это Катибат. Кстати, время всё и расставило по местам. Biavary.ru до сих пор в строю. А что теперь стало с вашим Канабу? Ну, да Канабу тоже вроде в строю, а вот про BioWare.ru я давно не слышал. Привет, Павлюк. Би. Спасибо. Спасибо за донат и за сообщение. Ну, на самом деле, правда, Канаба как бы существует. Ребят, кто только что подключился, мы не общаемся с Петей сейчас по громкой связи. Это мы слушаем подкаст тринадцатого года про концовку третьего масс-эффекта, потому что это очень сильная ностальгическая часть. Это, на самом деле, была сцена в стиле «Достучаться до небес», когда вроде всё работает, и они сидят вдвоем, а один из них умирает. Это прям концовка «Достучаться до небес». Или концовка «Нечто». Негр и Белый сидят и пьют виски и понимают, что он бы сейчас сдохнул. Ну вот. И тут, короче, уже тишина. Один говорит, такой, у нас лучшие места, типа, в кинозале. Вот. И этот дом, наверное, в хаке вылезает, типа. Я разработчик и спаю. Великие были времена. Раза три а ты дослушал. Сейчас уже не те. Ке-стрельцы, да, спасибо. Да нормальные сейчас подкасты тоже. Тогда были для своего времени, сейчас для своего. И для своего возраста. Чуваки, ничего не работает. Ничего не работает. Это было настолько всё охуенно. Я боялся, на самом деле. Я думал, короче, наверное, сейчас он потянет руку к консоли, и начнутся титры. Так и оборвётся. И поэтому у всех ботхёрд. И вот тогда бы я понял. Но всё, что произошло после того, как он дотянулся до ёбанной консоли, всё ещё более охуительно. Это просто диалог с этим, с катализатором. Финальное решение. То, что показывают потом. Я просто вл***. Я встал просто такой. Пойду поссунок. Блин. Просто впервые за 7 часов, потому что я не мог оторваться. Ну блин, я сейчас расплачусь. Мы обсудим ещё детали. Главное, собственно, проблема. Вопросы у кого-то остались после прохождения игры. Вопросы, от которых ты не можешь спать, есть и пить. И ждёшь какого-то апреля, где они выпустят, должны ответить. Ты когда-то ответить сегодня? Да, я вопрос задал. У меня не осталось вопросов. У тебя? У меня есть вопросы, на которые ответил, собственно, финальный ролик с старичком и внучком. Ну что вообще? Продолжение следует... Я разработчик из FIWARE. Я разработчик из FIWARE. Ветераны, с праздником. Ветераны битвы за Иден Прайм. Мы сегодня все здесь. Это всё ради вас. Правда, ещё не Б. Ну, а аддоны, которые, как вы помните, после вот этой заставки с старичком, нас кидают до финальной миссии. То есть все аддоны, которые будут, они будут до финальной миссии. То есть, а, Шепард, там земля горит, но погоди, есть ещё одно важное задание. Давай поговорим о том, что думают фанаты об этом. Давай, Виктор, ты, я с вами подготовился. И что они хотят изменить. Итак, что по поводу финала игры думает говнарское сообщество BioWare.ru, внимание, не имеющее ничего общего с одноимённой компанией. То есть, фактически, это фан-сайт на УКОЗе. Итак, опрос на этом, с позволения сказать, с сайте. Что нужно сделать с финалом, чтобы он мне понравился? Уже хорошо. Мне Васе Петрашкину. Из города... Девятого Б. Из Нового Рингу. Зачем называть какие-то городавники в Новом Рингу? Из города Уродск. Вот. Именно. Из города Уродск. Так, стоп. Я сейчас вынужден остановить, потому что именно в этот момент был придуман город Уродск. Вот именно, сука, в этот момент вы сейчас услышали, как это произошло. Это вот историческое... Я лишь работник в Айуэр, я разработчик из Айуэр. Лет пять назад отправили по работе в Самару, работал в аэропорту. Каждый день по часу езды на машине на работу и обратно в город. Скачал все выпуски Кухни Старента, переслушал все. Только так и выжил. Так, Луэрфилд, спасибо тебе. Я лишь работник в Айуэр, я разработчик из Айуэр. Гадфол. Ух. Через пять дней твоя попка будет у меня в руках. Да, 12-го... Сладенький. 12-го ноября, Гадфол. Все помним. Я лишь работник в Айуэр, я разработчик из Айуэр. Я лучшая. Остальные аннигилируйтесь. Не согласен. Красная концовка true. Единственная true-шная концовка, это красная. Поехали. Карту не нанесли, это секретная зона. Туда свозят людей. Интернет есть, сука. Интернет есть. Город закрытый, наверное, да? Нет, ну, эксперименты. Как поведут себя люди из Уродска в интернете? А вот как? Конечно, эксперименты. Думаешь, почему город так называется? Вот, люди из Уродска ведут себя вот так. Проводят опросы. Итак, что нужно сделать с финалом, чтобы он мне понравился? Я лишь работник в Айуэр. Глаза тебе выхали. Будьте. Я разработчик из Айуэр. Вить, а тебе какой цвет больше нравится? Красный, синий или зеленый? Ну, если про концовку, если про концовку я уже сказал, а так, а так, красно-зеленый, конечно, цвета локомотива. Итак, тут есть варианты голосования, но, судя по разбросу голосов, мы понимаем, что какие из них, собственно, и интересные люди из Уродска. Если кто не помнит, мы обсуждаем варианты голосования на сайте buyware.ru. В котором Шепард с тёлкой счастливы, команда и друзья живы, а мир в галактике прочен как никогда. Проголосовало 25 практически опрошенных. Мне кажется, это люди, которых из Америки привезли в город Уродск. Счастливые идиоты. Вы три части вообще что делали? Вообще видели, что происходит в мире? Особенно вот в конце, в третий. Мир рушится, там всё. Рано или поздно, понятное дело, что даже если Жнецов победить, ну, то есть, что, в принципе, физически невозможно, война не закончится. Мне кажется, галактика никогда не будет прежней. В принципе, нужно быть достаточно тупым человеком, чтобы придумать такой вариант ответа. Нет, достаточно неразвитым, неморально, некультурно, нефизически. Окей, если учесть, что в течение трёх игр тебе показывают, что ты сталкиваешься с тем, что таким, ну, что вообще пипец. То есть, у тебя вариантов нет. Ну, как минимум, Шепард должен сдохнуть. Вася Петрашкин, через 8 лет прости. Правда, прости. Просто произвольно назвал фамилию. То есть, это у меня такое. Ну, как минимум, он должен сдохнуть хотя бы. Я не знаю, там, может быть, его ещё проклянут на несколько поколений. Я ожидал чего-то более ужасного. Так и будет. Мы, кстати, вернёмся к этому вопросу. Спас ли Шепард галактику? И какую концовку они вообще хотели? Финал. Наверное, битва Шепарда против Харбрингера, да? Да, да. Шепард бегает с базукой. Ну, как сейчас современные проходят бои с боссами? Куча оружия, естественно. Куча оружия от Жиралова. Перед этим комната с кучей патронов. Да, нет, она уже лежит прямо на площадке с боссом. Это сейчас современное. Да, да, да. Вот так все такое было. Вот, ты бегаешь, и Харбринге сверху под страшную музыку, как босс-вертолёт такой. Да, причём он огромный, величиной с планету. То есть, это реально, знаешь, концовка масс-эффекта от Капком. И ты стреляешь из базуки такой. Все под ноги, взлетаешь и бьёшь его в глаз. Да, да, да. У него есть линейка жизни. Естественно. Естественно. Вот так и три линейки. Да, три линейки. Огромных, а весь экран. Вот, и ты его убиваешь, он такой, нет! Только не это! Вот, и заставка такая. Вот это вот там происходит. Жнецы жидко обделались и улетели такие всё, да. И дальше пирушка, наверное, такая, и весёлая музыка. Я не знаю вообще, как это может быть. Хотя, кстати, вот с Ильёй Овчаренко, да, из геймбокса. Нет, он предложил интересный вариант, который мог бы сработать. Донаты сделать беззвучными. Ну, чтобы вы и так прекрасно слушали в эту кухню. Ну, ладно, хорошо, да, давайте, я согласен. Сейчас, тем более, начнётся конфа. Сейчас начнётся конфа, поэтому давайте. Да. Несмотря на то, что я вырезал кусочек прям музыки, запарился. Ну, ладно, давайте. Давайте, действительно. У нас есть что послушать. В плане вот финальной битвы какой-то гигантской. Не с мародёром Шилдсом, да, а с каким-то гигантским боссом. То есть, допустим, если бы Цербер вот этого жнеца, протожнеца, которого... Да, и ты бы его управлял. Вот, если бы они сделали какого-то гигантского существа, в котором... Мы слушаем запись одной кухни, посвящённой масс-эффекту. Потому что я там принимал участие, чёрт возьми. Она была бы очень стандартной и вообще дико притрансформером. Что нужно сделать с финалом, чтобы он мне понравился? Внятный... Вот говнарский и славянский душок я уже чувствую. Мы уже близко. Внятные ответы на все вопросы. Все вопросы. Всех трёх. Зомер. Зомер, спасибо. У меня она двойная. В 2012 интерес к мне познакомил меня с моей первой любовью, Ир. С тех пор уже не летал девственником. Беотвори нас связали. Зомер, ну устраиваем марафон ностальгию, собственно, прямо сейчас. Обес. Так, вот сейчас... Вот сейчас тишина. Никто ничего не отправляет. Сейчас я отключу вообще нахрен всё. Сейчас внимательно слушаем. Сейчас будут самые легендарные следующие пять минут. Легендарнейшие. Итак, начинается наш скетч на тему того, как вот этот вот поклонник Масс-эффекта, неудовлетворённый концовкой третьего Масс-эффекта, приходит в Собес. Подробное! Где мои лекарства, блядь? Ответьте на мой ответ! Подробное объяснение, знаешь, он ещё письменное и с печатью. Дальнейшей судьбы галактики и сопартийцев, пожалуйста. И когда это мне батареи заменят? Ну... Ответьте немедленно! Я буду жаловаться вот это вот. Понимаете, почему я считаю, что это говноедская постановка вопроса. Знаете, в ней чувствуется мелочность. Я потратил на вашу игру столько-то часов! Я 2007-го года, ветеран войны! ***, Итан Прайм! Меня наградил сам адмирал Хакет! Что вы себе позволяете? Подробное объяснение! Дальнейшей судьбы! Уже переходя на слёзы. Сколько я потратил за их сил? А вы не удосужились? Вот что читается, понимаете? Вот в этом вот всём. Ну вы пи***ец там. Ответ предлагаете. 33. И два... 33 процента. Возможно, сообщество ABOVR.ru Города Уродска. Это раз. А во-вторых, на две трети состоит из пенсионеров. Вероятно. В ссылке. На все вопросы всех трёх серий. В первой части, вы знаете, я, когда на вездеходе ехал, раздавил какую-то там обезьяну на какой-то планете. Будьте любезны! Рассказать о её судьбе! И кто будет платить? А потом ещё найдутся протестующие, которые откажутся покупать DLC. А, за деньги! Да-да-да. Какого чёрта? Я что, мало потратил, что ли? Я скачал три части! Будь телевизором! Витя, это слишком напоминает реальную жизнь. Так вот она! 33% таких вот, представляешь? Я в чоке! Я согласен на то, что есть. Так вот пенсию маленькую дали, знаешь. Только уберите дурацкие сны про мальчика, бред катализатора и детка с внучком на фоне стыреной. Сын это! Картинки! Кайпар пиздили! За эту хуйню! А там знаешь такой, там значок интернет-эксплорер практически. У кого-то вломанная версия. За эту хуйню проголосовало почти 5%. Между прочим, вот эти вот проценты, несмотря на то, что город Уродск, казалось бы, не существует на карте планеты Земля, вот первый вариант набрал 886 голосов, второй, который этот пенсионерский, 1182 голоса. Фактически, судя по остальным, тут 400, 500, 90, 162. Мы, в общем, можем наблюдать такую картину. Город Уродск имеет самую популярную фан-базу игры Mass Effect 3, потому что, судя по цифрам, в него играет весь город Уродск. Но на самом деле все остальные варианты, они такие же идиотские, их тоже можно причислять к первым двум. Вот, я хотел бы длительных постфинальных роликов с личными переживаниями членов команды по полной смерти Шепарда. Так там же есть. Наверное, этот выпуск нас и прославит. Вот именно этот выпуск. Длительных постфинальных роликов, знаешь, с актерами, с Брэдом Питтом, я бы хотел. Не-не-не, это просто, знаешь, такой, типа, ролик на 10 минут, когда все плачут. Все плачут. Все плачут по Шепарду. Похороны Шепарда. Слушайте, не вы ли пишете на всех стенах, что Шепард жив? Вот, постановка вопроса тоже. Обязательно Шепард мертв, и что вы хотите? Чтобы вообще что? Может быть, похороны такие, да? Кстати, это банальная была бы сцена в духе нашего любимого. Американского кино. Американского кино и Л.А. Нуар, помнишь? Да, флаги, все дела. Флаги, похороны. Вот, за похороны Шепарда эпические 13%. Еще один. Мне хотелось бы видеть по-настоящему... А, выпуск про Скорин, да, еще был? По-настоящему. Знаешь, то, что мы видели звездные... Когда каким-то образом вдруг приблизится релиз Elder Scrolls 6, можно будет также послушать Лампово и выпуск про Скорин. Десант, да? Хотя ничто не мешает вам послушать это самим. Не по-настоящему забор, по крайней мере дворе. Итак, по-настоящему эпическую битву объединенных флотов в Солнечной системе, где напрямую проявлялось бы влияние количества собранных войск. А судьбы Шепарда и его друзей на этом фоне как раз и не очень важны. То есть это какие-то милитарные страт... Пошел девятый год. Я все еще в собеседник жду. Будьте любезны, блядь. Да, да, да. Да все мы ветераны Иден Прайма, так или иначе. Теги. Милитарь дикий какие-то. Не, не, да. Это вот, типа, знаешь, капитана эскадрильи старых разъебанных, не знаю, эсминцев, да, которого ты нашел на какой-то планете, сканируя, значит, все эти планеты. Да, да, да. Ну вот, нужно было показать... Тридноут Шанхай. Да, 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 нужно было показать его разваливающийся корабль, который, значит, умирает. А, в принципе, все показано. Просто Байвар не успевает показать, их просто вы***ывают очень быстро. А многие не долетели. Да, да. Да, вот ты сканировал галактику, как дурак на 100%, а половина твоего флота, так называемого, всякие дредноуты Шанхай, тупо не долетели до места сбора. Да, да даже если долетели, ребята, ну вот вы представьте себе варианты, какие вообще развития могли бы быть, если бы действительно все это учитывалось. Легендарный дредноут Шанхай, да. Ты где-то не нашел дредноут Шанхай, такая финальная битва за космос? Не, не прошел. Такой, жнецы победили, ты такой. Вот все вот эти 13-12%, которые голосуют за влияние на собранные войска, вы бы первые, б***, говнарились бы, дичайше. Потому что, представьте себе, ваш флот не прошел финальную битву. Ну, это как вторая часть, как вот Петя играл в вторую часть. Ну, а тем не менее, ты все равно попадаешь через Омегу-4, даже вся команда у тебя гибнет, ты все равно проходишь. Вот, ребят, ну надо понимать, что игрок должен проходить так или иначе. Ну, смотри, тут есть еще варианты ответов от тех... Это, собственно, моя концепция не изменилась до сих пор. Игрок должен проходить так или иначе. Это, собственно, моя претензия к той же гонке в мафии. Игрок должен проходить так или иначе. Со штрафными санкциями, я не знаю, вешать ему ярлыки, не давать... Не давать ему супероружие, но пропускайте его дальше. Он как теплый телепорт в талахуйное время. Спасибо. А грош-ампутатор. Окей. Видимо, я догадался, о каком выпуске идет речь. Видимо, про... Про как раз Битву за Мордор. Ну, короче, моя концепция, вот, геймдизайнерская. Я понимаю, что я не геймдизайнер, у меня нет ни одной выпущенной игры. Но как игрок я люблю, когда игрока пропускают в любом случае, но только не дают ему что-то. То есть, если ты хочешь получить что-то более классное, то тебе нужно трайхардить. Если ты каким-то образом не затрайхардил, зафейлил, ну, как бы, твое приключение продолжается, оно просто идет в другую сторону немножко. Ты, допустим, не получил развития событий какой-то, ты не получил какой-нибудь предмет, но история продолжается. Это так должно быть. Это, на мой взгляд, это просто очевидно. Кто скоро уезжает из города нашего любимого... Я слежу одним глазом за тем, что творится Байвер. Финалы. 90 человек скоро уедут из этого города. Нет, скоро 90 человек найдут в Канаве, знаешь, там, рядом с церковью заброшенные. Из всего общества 2,5%. И самое крутое, самое наше, так сказать, я считаю, что по сравнению с теми, кто проголосал за варианты предоставленные, ну вот, они вообще, как это называется, умеренно протестующие. А вот реальный хардкор, понимаешь, тусовки, он в самом последнем. Это свой вариант к комментариям. Блин, у нас выпуск на 54 минуты. Интересно, мы все это время говорим про Mass Effect или начало? Я даже не помню. Это было очень давно. 37 голосов. Нет. То есть написано 37 вариантов только на vr.ru. Своих вариантов концовок. Не-не-не, ты пропустил еще один вариант, который очень-очень-очень хороший. А, весь выпуск про Mass Effect. Мне вообще не нравится предложенная мотивация жнецов и призрака. Нужно ее полностью переделать и уже потом придумывать под это дело варианты конца трилогии. Суки. Вы не умеете ничего. Это вот ты так берешь, просто перепиливаешь просто всю игру от начала до конца. Все три части. Все три части. Все три части, да. Всю вселенную просто. На***. Предложенные мотивации. Предсказали ремастер. Это мотивация жнецов, ебаный. Это какая у них мотивация там, ебаный. Вот эти люди, они вообще хоть что-нибудь поняли, ебаный, из того, что происходит в этой игре. Это те, кто окончил... А еще мы вернемся к этому вопросу. Поняли вы что-нибудь или нет? Это те, кто окончил ПТУ с золотой медалью, понимаешь? Нет, это абитуриенты в ПТУ. Нет, они сидят в очках. Они сидят в очках напротив диплома. Нет, они сидят в очках напротив станка. Такие очки, знаешь, чтобы стружка металлическая в глаза не летела. Мне вообще... И все в сеточку. Мне вообще, попивая божеле за 300 рублей, мне вообще не нравится. Я вообще эта мотивация как-то по боку. Ну и главным козырем, как должно быть у этих парней, является так называемая indoctrination theory. Теория одурманивания по-русски, если говорить. Мы матой мьютили в 2013 году, простите. Или даже раньше. Потому что это сайт konobu.ru. Это не сейчас. Это не сейчас, когда, простите, в интернете на мате разговаривают. Включаешь какое-нибудь YouTube-шоу, а там мат-перемат. Тогда этого не было. И мы были первопроходцами. Не сильно этим горжусь, если честно. Но вот тогда было как-то так. Тогда как-то стеснялись этого. И, в общем, это настолько... Более банальные вещи сложно себе придумать. Я помню известную тему про сериал Lost когда-то. Я не смотрел его, но в курсе драмы насчет того, что это то ли сон собаки, то ли еще что-то. Есть масса примеров, когда все заканчивалось тем, что закончилась фантазия сценариста, и он просто решил, что главному герою это все приснилось. Это фактически там, не знаю, это как фильм про рок с Николасом Кейджем. Он просто просыпается в конце и такой... Так, друзья, это всегда будет возможность послушать, в том числе и у вас. Напоминаю, это 51 выпуск Адовой кухни. Называется «Вся правда о финале Mass Effect 3». Если вам понравилось, послушайте там 54 минуты, как мы разбираем финал Mass Effect 3. Но имейте в виду, что финал хотя бы нужно знать по-хорошему. Мы с вами переключаемся на канал Ubisoft, потому что... Ну, потому что это... Ради этого мы здесь с вами собрались. Надеюсь, это стоило того. Так или иначе, анонс состоялся. Поэтому, что бы мы не увидели заранее, я вас в любом случае поздравляю. Вот. Надеюсь, надеюсь, вот тот анонс, который уже был, они не испортят. Вот. Да. Счастливого дня N7. Взаимно. Поздравляю. Так, дайте я закрою эту херню, которую я накачивал. Ну, я вижу, тут поехали уже по-русски пишут. Главное сейчас не испортить, потому что, в принципе, в принципе, ну, мы дождались. То есть, на самом деле, можно выдохнуть. Все. Ремастер Mass Effect существует. Уже, уже хорошо. Уже хорошо. Праздник состоялся. Великая серия продолжает жить. Ей дадут, фактически, новое рождение. Очень здорово, что специально будет, специальное дополнение, имеется в виду, графическое, для нового поколения консолей. На своем Xbox Series X с удовольствием перепройду. Возможно, на публику. Но, вот, чуть-чуть подробностей. И, в целом, на самом деле, нам бы хватило уже за глаза. Это, вот, давненько такого не было. Так. Главное, что можно было купить все сразу. Ну, да. Я тоже надеюсь, что это будет, вот... Хотя, не знаю. Хотя, не знаю. Не знаю. На самом деле, над первым масс-эффектом работы, скорее всего, чуть подольше, чем над всеми остальными. Я бы так сделал бы. Первый масс-эффект отдельно. Зум-конференция. Всем привет. Такое ощущение, что я там, да? Я как будто с ними, да? Серьезно? Они сейчас в «Мафии» будут играть. Меня тоже пригласили. Я буду делать вид, что я с ними. Да, я могу уменьшить аватарку и подписаться. Мафии, мы будем играть, рассказывать истории. И в конце концов, мы будем делать несколько линейных рейдингов. Масс-эффект. Говно. Масс-эффект. Говно. Говно. А. Кирилл Латрон, ну, ты доволен, что вот вбежал с этим вот на Сектор? Обратите внимание, Mass Effect 3. Так, ну, я чувствую, что это будет жесть, на самом деле. Мы хотим, конечно, then we'll go through the roll call of who is here. And then we'll get started, okay? And first we have lead editor Karen Weeks, who is in my window, down there at the bottom. Hi, Karen. So good to see you. We have lead editor, Mr. Patrick Weeks, the killer of men and beasts. Hi, Mr. Patrick. The breaker of hearts. We have the VO director, casting director, Caroline Livingstone. Hello, Caroline. I didn't know you were coming until like yesterday And I'm so stoked to have you here Because it makes my job at the end so much easier And I won't have imposter syndrome We have the voice of Commander Shepard, Jennifer Hale Happy to be here We have Commander Shepard The other voice of Commander Shepard, Mr. Mark Meir Hello, happy N70 There we go We have the voice of Liara Tassoni Ali Hillis Liara Tassoni Liara Tassoni Liara Tassoni Liara Tassoni She'll be joining us in progress Okay, so we don't have Kimberly yet I have a, I think my windows are matte I've never moderated this many windows So we'll see how it goes We have the voice of Caden Nelenko Raphael Sobarge Hello Who Liara Tassoni, блин? Liara Tassoni Liara Tassoni Liara Tassoni I don't even know I don't even know I don't even know I don't even know Why are you not подписating? We have the voice of Legion, Mr. DC Douglas Confirmed Well, what are you saying? The voice of Sam Traynor, Alex Wilton-Riggaard With the voice of Sam Traynor, Alex Wilton-Riggaard What? What? Ah, yeah Liara Tassoni Liara Tassoni Here she is The voice of Fronts, Mr. Steve Bloom Okay All right The voice of Morden, William Salyers The voice of Thane, Heath Farley I am alive All right My name is Ash I am video game CM I've been in a podcast for about 10 years I've had the pleasure of having a lot of these folks on over the course of my 10 year podcasting journey And this is an absolute treat for me and an absolute pleasure Так, а меня кто-нибудь объявит? Нет Кайден Оленко надо мной? Это Кайден Оленко? Кастер, который вы поддерживаете сейчас Это чисто нас.рпг Про выборы пошел дальше Про опыт игрока и движение без гамма До сих пор готов вам онлайн провести вам партию Окей, Даня Хорошо А, нет, блин Она испортила мое появление Так, ребят, хорошо Я ничего не понимаю Скажите мне, пожалуйста Вот это кто? Вот это кто? Напишите, пожалуйста Кого она озвучивает? Давайте для себя определимся Потому что мы нихера не услышали Давайте так определяться Кто вот это? Миранда? Миранда? Да, я отметил самую симпотную Извините Далее Да вообще очень сложно на самом деле Блин, ну кто так делает? Ну подписали бы их нормально Но это же не сложно Ну что такое? Ну Electronic Arts Ну вы большая многомиллионная компания Ну что вы делаете Какую-то зум-конференцию? Ну Ну просто каждый раз поражаюсь Я вот Я уже начинаю переживать По поводу ремастера, ребят Нет, мы знаем, что Мы знаем, что вот это Лиара Вот единственное, что мы знаем Лиара А вот это мне написали Что вот это вот Это Оленка Девушка рядом с Лиарой Это Саманта Трейнер Которая слева, справа Сверху слева два актера Это Шепарды Вот это Шепарды Да? То есть вот это голос Шепарда Мужчины, голос Шепарда Женщины Над Лиарой Мордан Соулс Над Лиарой Мордан Соулс А, там подписано, да Вот, вот, ну посмотрите Вот единственный человек Который подошел Как бы просто Профессионально Вот, мы знаем Кто такой Мордан Соулс Остальных должны Один раз запомнить А если я подключился К стриму только сейчас Вот как я пойму Кто из них кто Ну как Ну что вы делаете Ну так нельзя Ну так просто нельзя Гарус в очках Черные волосы Гарус в очках Черные волосы Вот это Гарус Где Карпишин? Карпишина нет, ребят Тут только актеры озвучения Справа внизу Виктор Зуев А, окей, спасибо Вот это кто сейчас вещает Ребят Вот если мы пропустили Вот, ребят Мы с вами подключились К стриму только что Кто Кто вот это сейчас говорит? Ну они рассказывают Если вкратце Они рассказывают О своем опыте Что для них Масс эффект Ну там очень много На самом деле Общих слов Типа Это работа Для меня очень важна Что ты Что ты делаешь Моей игре И все Украинцы Начинают Сделать Фетеры И И То есть Вы Все Начинаете Возвращение И Когда мы Сыр Возвращение Возвращение Когда ты Начинаешь Рекорд Лайны Это Это Реально И Это Вероятно И И Эта Позитивная Энергия Разработчиков Я здесь Не заметил Так Ребята Почему У некоторых Вот эти Маки Это Что-то Значит Я вижу У него Так Голос Давайте По голосу Узнавать Потому что Британцы Знак Солидарности Вроде Солидарности С чем Голос Очень глубокий Очень знакомый Нет, ребят Это не голос Оленко, ребят Почему мне сказали Что надо мной Оленко Это не Оленко Это похоже На Хакета Тейн Это Тейн Тейн Все пишут Итак У нас Два 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 Кандидата Тейн Или Хакет Тейн Или Хакет Дед В очках Футболки SN7 Не озвучил Это писатель Автор Текстов Так Дед Это Вот этот Дед По-вашему Алло Этот Дед Выглядит Так Как будто Был Мог Вести С нами Подкаст Это Тейн Окей Это Тейн Окей Ну блин Голос у него Мое почтение Мое почтение Голос прям пробирает До глубины Офигенный голос Под стримом Расписано Кто есть кто Ох блять Давайте смотреть Ну неудобно Ну правда Ну могли бы сделать попроще Наш цифровой современный Есть подозрение Что на трансляции Ничего не покажут Архвайл Пожалуйста Если так и будет То я не знаю Я Ну с другой стороны Поностальгировали И ладно У нас В конце концов Нам объявили уже Что-то Трилогия И ремастер будет Ура Так Да Это два командира Шепарда Так Кортни Тейлор Voice of Jack Кортни Тейлор Ага Ребят Джек это вот это Вот это вот Злая лысая Так Так Сэт Грин Сэт Грин Здесь есть Ну давай Покажите вообще экран Сэт Грина Еще нет Да Сэт Грина Нет Я обратил внимание Нет Сэт Грина Здесь нет Так Так Эшли Уильямс Так Стив Блам Тут вообще не все пришли Обалдеть А нет Вон Стив Блам Внизу 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 Голос Гранта Так Дисси Дуглас Голос Легиона Так Леару Тессони Мы обнаружили Так Рафаэль Сбардж Голос Кайдена Оленко Внимание Это Женский аватар Шепарда Ни геймплей Ни фотки не покажут Не знаем Ребят Не знаем Мы не обязаны Сейчас сидеть И восхищаться Актерами Озвучания игры Которой уже Больше 7 лет Мы на самом деле Здесь собрались Для того Чтобы поностальгировать В целом И Ну и Ожидать того И в принципе Праздновать N7 Day И радоваться тому Что в принципе Трилогия будет Но мы надеемся Мы надеемся Что Electronic Arts Все-таки Делает это Не зря И Наверное Наверное Что-то покажет В конце Но Никаких гарантий нет Никаких гарантий нет Никогда Когда речь идет Об электронной карте Да не будет ничего Блин Они реально Два часа будут Вот это делать Вот серьезно Два часа Вот это Потому что По расписанию Вот эта шляпа Два часа А это точно От Electronic Arts Они просто собрались Ну мне кажется Что такие вещи Без Electronic Arts Ну невозможно Так Спрашивают Кто слева внизу Вот она Керен Уикс Ага Ну смотрите Керен Уикс Вот эта женщина внизу Вот эта вот Баба Яга Которая внизу Сидит Это Senior Editor В BioWare А BioWare Это Electronic Arts На минуточку Так что Electronic Arts Здесь уже присутствует И на самом деле Есть Или ее муж Или ее брат Пэтрик Викс Писатель Ага Семейный подряд Так а Пэтрик Викс Ну-ка покажись Покажись А вот он Вот он Вот они А У них поэтому еще И одинаковые Вот эти вот символы Маков Я помню Это символ Мака Он означает По-моему Что-то связанное С Первой мировой войной Я не знаю Или Или второй там Окончание Второй мировой войны Ну короче Какое-то вот Что-то такое На моей памяти Первый Да 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 Первый мировой Сам ты баба-яга Все прекрасны По-своему Светловской Извини Я просто Прослушал Курс Адовой кухни И вспомнил Наше Наше поведение Семь лет назад Когда мы не оглядывались Красный маг В Англии Сначала был символом Памяти жертв Первой мировой войны Стал Дня памяти Павших Который отмечается 11 ноября Окей Окей Ну я помню Что связано с Первой мировой войной Хорошо Окей Принято Принято Так сегодня восьмое Ну заранее У меня жена сейчас крикнула Витя какая баба-яга Сексист Ну ладно Ну слушайте Ну еще раз говорю Ну давайте вспомним Старую адовую кухню Мы там вообще ни за что Не извинялись Ну Сейчас послушал Так сказать Немножечко Вернуло в то время Когда просто Просто проходили И оскорбляю себя Послушайте Да посмотрите Современное шоу на Ютубе В конце концов Что я тут сейчас Перед вами распинаюсь Так Вернись пожалуйста Общий экран Нам нравится угадывать Кто из кто Это Джек Это Джек Ребят Вот Джек это она Ну кстати Джек как персонаж Очень крутая Правда На самом деле Прям вот Бест Это Джек Да Так Смотрите Мы практически Всех уже знаем Это Это писатели Это писатели Из Байуэр Шепарды Шепарды Джек Лиара Мордин Лиара А нет 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 Лиара А вот Она подписала Сэм Сэм Трейнер А кто такой Сэм Трейнер Кто Сэм Трейнер Алекс 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 Саманта Трейнер Кто это Кто это Я забыл Блин я забыл Секретарша Из третьей части Оооо А можно было найти Еще Более Малозначимого Персонажа А Где Гарус Блять Где Врекс Где Хакет Зато она самая симпатичная Ооо Ладно послушаем Послушаем Ребят Ребят Она Она играет Саманту Побольше уважения Пожалуйста Побольше уважения Посмотрите Она играла Саманту Все Побольше уважения И внимания Э-э-э, верните, я не дослушал, она играла Саманту Джокер заявлен, может он вернется Режиссура, конечно, потрясает Самара, да, где Самара Она ЛГБТ-персонаж Многозначительный переход Сузи Блин, лучше бы адовую кухню послушали, а, согласитесь Главное, почему нет, у Андерсон, он же самый главный Должен быть в наше время, Бэй М Кейстрейльс, ну, да даже безотносительно Андерсон, один из самых важных персонажей А Тали где, кстати, кстати, ребят, где Тали, где Тали, покажите мне, где Тали Кайден Оленко зато Ну, в принципе, мы всех поняли, кто где Диси Дуглас, Легион, да Вот это Легион, ребят, вот это Легион Ну, все Так, а ты кто такой, Сбарж, Сбарж у нас, Сбардж Я ж тебя видел уже А, Кайден Оленко Сарен Сарен, Сарен, слушайте, мы можем с вами назвать персонажей, которые просто выносят нахер Тут можно было с пятью персонажами сделать интервью Интервьюи, которые бы убирали бы нахер всех Нет, ну Сарен прекрасен, ребят Это один из самых величайших злодеев Эвер Сарен, один из величайших злодеев видеоигр Эвер Вот просто вот Он входит, мне кажется, в топ В топ-3 вообще Лучших злодеев видеоигр Вот это Кайден Оленко Это Мордон Солус Это писатель из BioWare Писатель из BioWare Все, в принципе А, единственное, вот Каролин Либбингстоун Давайте вспомним, кто это А, Creative Performance Director of BioWare То есть это тоже BioWare Все Все Так, единственное А, стоп, Китти Фарли Давайте заодно Последнее Тэн Криос А, Тэйн 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 Блин, я помню, Тэйн А там написано Как Танос Блин Так, а Кимберли Брукс Кимберли Брукс У нас это А, Эшли Уильямс Ну, короче Спейс Рэйсист Спейс Рэйсист Серберус Серберус Айджент оф Серберус Ар Спейс Рэйсист Ну, блин Ну, ребят Цербер Согласитесь со мной Что Цербер Не раскрыли до конца Какой был Цербер Во второй части И какой в третьей Я считаю, что это слив Цербера Топовое решение В битве с боссом с ареном Убедить его застрелиться В первой фазе А какое там было завершение Да, да Кубик в кубе Согласен с тобой Ждем Ждем перевод Масс-эффекта От кубик в кубе Кстати Вот мы такие Сейчас с вами сидим А где А где Собственно Кто Кто озвучивал Иллюзивмена Шин Мартин Шин Да Где Мартин Шин Где Мать его Мартин Шин Ему 80 Посмотрите на Кайдана Оленко Посмотрите на Кайдана Оленко Ему 80 Он отдыхает Так Они не то чтобы Тоже напрягаются Блин Они включили Гребанный зум И то у некоторых Я смотрю Камеры Купленные Еще в прошлом веке Блин Я уверен Что половина актеров Не читала Даже книги По Масс-эффекту И Лорд знает Только сценария Ну как обычно Ну то есть Я даже Не то чтобы Виню актеров Осуждаю за это Ну правда Потому что Актеры Сейчас много Где снимаются Если они будут Для каждого Для каждого Фильма Для каждой роли Готовиться По По Несколько лет Я не знаю Там читать Все Внедряться Ну то есть У них Простите Работы не будет Поэтому Большинство актеров В современной Мере К сожалению Ну реально Натурально Не читает Первоисточника Вот За За пределы Сценария Не выходят Вот То есть С одной стороны С одной стороны Еще раз повторю Я понимаю Условия Работы Ну Современные Условия работы Актером Но с другой стороны Я не понимаю Тогда Почему актеров Вообще спрашивают В принципе Об этих персонажей Да они нихера Про них не знают Они Режиссер знает Сценарий знает А актеры просто делают То что им скажут Вот Ну не копают Они так глубоко Ну то есть Редкий Редкий актер Который Вот Ну я не знаю Может быть Может быть Генри Кевилл Это вот На наше На наше счастье С вами Генри Кевилл Который Зачем-то решил Играть Ведьмака Читать Ведьмака Но он Видимо Вот Он такой Это просто Его Его направление Но Я уверен Что есть роли Где Генри Кевилл Не выходил За роли За пределы Сценария Я уверен Просто вот Ведьмак В данном случае Это попало Ему что называется Вживу А представьте себе Что если вы актер Которому просто Насрать на Ведьмака И что вы будете Прямо вот Упарываться Будете читать Всего Сапковского Будете проходить Ведьмака Третьего Да вы такие Так, ребят Какой гонорар Что мне нужно сделать Помахать Мечом в кадре Давайте Меня этому Учили Я готов Я готов Изобразить вам Кого угодно Прямо здесь Сейчас Режиссер Мне скажет Что мой персонаж Думает Сценарист Вложит В меня Фразы А я вам Изображу Что я Что мой персонаж В это время делает На самом деле Актеру действительно Это кстати Правда Актеру действительно Не важно На самом деле Не важно Знать весь этот Ёбаный лор Вот в объеме Правда Не важно Потому что У него есть ремесло Которое заключается В том Что ты можешь Изобразить Кого угодно Что угодно В моменте В моменте И вот этого От тебя добивается Режиссер и сценарист Все У сценариста текст У режиссера Соответственно Постановка И Ну и вообще Все Все А актер Что такое актер Это Мягкий материал Которым Оперируют Люди На съемочной площадке Все Вот Поэтому И поэтому Отчасти Например Властину колец Повезло Что там был Ли например Который Который вообще Толкина застал Но это кстати Мешало Съемочному процессу Он спорил С Джексоном По поводу Каждого эпизода Там есть Воспоминания Что Он Что Саруман Постоянно Говорил о том Что типа Джексон Да что за хуйню Ты снимаешь Я вообще-то Общался с Толкиеном Я читал Толкиен Ты типа Че тут вообще Устраиваешь Вот Это мешало Съемочному процессу Вот собственно И все Мартин Шин Какой иллюзивмен Какая БВР Кстати Кстати Вот Арк Вейл Я не удивлюсь Я не удивлюсь Если Мартин Шин Тупо не вспомнит Не потому что Кстати Что ему 80 лет Вообще абсолютно Не поэтому Даже если ему было Лет 30 Поскольку Ну у обычного актера Огромное количество Работ В год Он через несколько Через 7 Через 7 Через 7 лет Он может действительно Не вспомнить Типа Какой нахрен Какой БВР Какой иллюзивмен Я кого-то Я играл иллюзивмена А серьезно что ли Но согласитесь Как он его сыграл Ну вот Насчет Насчет Мартин Шин Мы уверены Что он точно Не читал ни хрена Но как он сыграл Скорее всего Насрать на очередную Йоба Косм Отработал Получил гонорарус Пошел след Следующего Перса озвучил Зритель Я согласен с тобой Но просто Есть профессионалы Которые Вот как Мартин Шин Ну давайте Все с вами согласимся Что Мартин Шин Уж точно Вообще Срать ебал В принципе Всю эту космооперу Но Но он настолько Профессионал Что он сыграл Иллюзивмена Что мы все такие Ну вот это профессионал Это актер Это мы Это ребята Это ремесло Это ну Этим надо Овладеть Играть Кого угодно Где угодно И просто Абсолютно В любое время И обладая Вот Чуть-чуть информации Мартин Шин сыграл Иллюзивмена Так как будто Он сука им родился И это было охеренно И при этом У меня нет никаких Претензий к Мартин Шину Что на самом деле Он про Mass Effect Не знает НИ-ХЕ-РА И я вообще Вот ему не вставлю Эту претензию Вот правда Мартин Шин Тебе и не нужно знать Ты актер Ты делаешь свою работу Твоя работа Изобразить Иллюзивмена Тебе дали вводную И ты это сделал так Как никто другой Потрясающе Лучший злодей Ну Мы вспомним Сарина И вот Иллюзивмена Вот туда же идет Вот Самый лучший злодей Иллюзивмен Просто Мое сердечко Потрясающий злодей Во всем Мне понравился Mass Effect Я бы сыграл В его экранизации Особенно такой озвучкой Генри Кавилл Кого бы мог сыграть Генри Кавилл Он не злодей Ну как сказать Он злодей Ну все-таки он злодей Хотя я тоже согласен Что Иллюзивмен Недооценен Он гораздо более сложный персонаж Кого бы мог сыграть Генри Кавилл Императора человечества Лиару Легиона Гаруса Гаруса Крогана Кайдана Шепарда Джейкоба Шепарда Ну кстати Шепарда Генри Кавилл Мне кажется Мог бы сыграть Заида Это наемник этого Вегу Слушайте, ну правда Это будет два часа Вот это вот Они ничего не покажут Но Электроник Артс Тогда Электроник Артс Будет в своем духе Мы тут все собрались С вами такие Повар из второй части Андерсона И Каролин И они все говорили о тебе Большая часть актеров Из третьей части Что вы мне тут рассказываете Лондон-бутцы И ты Уилл Бэнк Окей, да И�, да Зачем мы это смотрим? Ну, ностальгия у нас, дань всему и прочему. Что остается? О, Даниил Нофор. У тебя есть подписка благодаря Унион Николай. Да, спасибо, Билл, ты прав. В определенном количестве времени. В определенном количестве времени. Да я бы уже начал их смотреть, если честно. Я просто боюсь их пропустить в итоге. Я не знаю, что делать, потому что, ну, два часа мы это смотреть... Ну, наверное, это приятный, ностальгический момент, но, ну, черт возьми, я не вижу здесь ключевых актеров. А мужик Шепард молчит, потому что Шепард умер. Хороший вопрос, он реально молчит. Вот, ребят, мужик Шепард — это вот это. Вот это голос Шепарда на протяжении всех трех частей. Уилл Бэнг, окей? Да, это он. Но он молчит, серьезно. Не знаю, почему. Го-мультики про динозавров, Светла Скай. Тебе бы только про динозавров. Кины, походу, не будет. То трещу, мы разойдемся. Да я уж понял, да. Но это... 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 Печально. Выгрызти звук и включатывая кухню на фоне. Ну, кстати, это хорошая идея. Вот это меня пронесло. Ты такой, б***ь, два с половиной часа я только что зря потратил. Мужик спал просто, б***ь. Ну, в общем, главный тезис этой теории заключается в следующем. А что если Шепард сам оказался зараженным жнецами? По пунктам. Да, давайте разберем. Первым аргументом... Как будто это они обсуждают, да? ...является так называемый мальчик, которого мы видим в самом начале. Советчик обязательно. В списке Хроники Рэдвола тоже есть. ...видит только Шепард. То есть, когда он... Спасибо за напоминание. ...вот этой вентиляции. И потом, когда он видит его, улетая с земли, он видит, как этот мальчик забирается в корабль. То есть, нам утверждают, что никто, никто, кроме Шепарда, не замечает этого мальчика. А, мы разбираем теорию эндокринации. Ему бы помогли, если бы он был настоящим мальчиком. Понятно, к чему ведут. Что этот мальчик и есть та самая сущность с цитадели, которая начинает его ввести с самого начала. И которая подталкивает его к принятию... Неких решений. ...непонятно каких, принятию синтетической формы жизни. И чтобы Шепард, собственно, спустя две части... Да, ребят, в отличие от других каких-то стримов, у нас стримбайвер, а с дубляжем... И вот форма этого мальчика, она как раз именно идеальна для того, чтобы Шепард проникся. По поводу того, что его никто не видит. Кто-нибудь вообще-то согласен... Его показывают два раза за всю игру, но я имею в виду в серии... Когда он живой. Да, когда он живой. Это 51 выпуск. Когда он сидит в этой трубе и говорит, типа, никто не может... Мне никто не поможет. Да, мне никто не поможет. И второй раз, когда он забирается, соответственно, в этот корабль его убивают. Да и хуй бы с ним, господи, кто он такой? Не, не, вы что? Георгий Дмитриевич. На самом деле, мальчик это символ. Ну, что вы, Георгий Дмитриевич. Он не к тому, что это глюки или дух цитадели. Он становится образом у Шепарда из серии спасения Земли, к которой мы стремимся. Да, 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 да. Это выглядит именно так. И, собственно, давайте я подкреплю это каким-то все-таки доказательством. У меня есть артбук эксклюзионного издания. Я думаю, многих пикап пользователей он тоже есть. У меня просто на боксе, который в России не продается, вот такой крутой. Там, если вы откроете, там есть рисунок этого мальчика. Прочтите, что там написано. Там написано, что это символ оставленных Шепардом землян. И поэтому он забирает этот образ с собой, и он его преследует всю игру, включая цитадель, где сущность может явиться ему в каком угодно обличии. Она, понятное дело... Разъебывали теорию одурмания на старте. В том обличии, в котором он привык видеть. Ну, в котором, да. Артбук покажи. Сейчас покажу. С акварианцами, когда он попадает вот в этот вот суперкомпьютер, и когда он видит акварианцев в масках. И он спрашивает, а почему я их вижу в масках? Они же когда-то были без масок. Потому что ты так привык видеть. Ну, собственно, это объяснение всего, да, что видит Шепард. Моя коллекция Мас-эффекта. В голове такой мальчик, а уж сущности проникнуть ему в голову или образу Шепарта явился. Это было такое в сауф-парке, когда мальчиков забирают инопланетный корабль, там пришелец является в образе отца одного из мальчиков. И потом он говорит, что нет, я просто явился в таком обличии, потому что вам удобно. Так меня видите. И ребята такие... Ближе к финалу посмотрим. А ты можешь любое обличие принимать? Он такой, да. И дальше начинаются шарады из обличия, и заканчивается это тако с ручей мороженым. Ведь не надо смотреть, кроме Крымова. Дальше, разбираю, читаю, нужно только читать. В своих снах Шепард постоянно бежит за подсаном, но когда в конце концов он догоняет его, он видит, как сгорает его двойник, как мальчика. Что же мы видим на цитадели? Вновь этот паренек теперь в роли посредника между Шепардом и Рипперами предлагает ему варианты концовок. Давайте простые. По-моему, тоже, опять же, очевидно, что в снах это никакое не явление какого-то ему сущности, которого на что-то толкает, а это, опять же, переживание ему по поводу смертей. Потому что, по-моему, я там вижу... Сори, там Шепард говорит что-то. Послушаем. Мы все пропустили. Послушали, да. Ну, голос Мордена, послушайте. Узнаете? Если ускорить, поставить X2, да? Послушайте, поставь X2. И я позволяла найти... Кэролина позволяла мне найти мой путь туда, где я требовала быть эмоционально, чтобы играть эту финальную сцену. И это было одно из самых двигательных вещей, которые я никогда не смогу сделать, лично, для интерактивного искусства. Так что, да, я была довольно счастлива, с тем, как это закончилось. А вот чевик, который играет Шепарда женского, она такая, обратите внимание, прям максимально креатива. Да-да-да, одухотворенная максимально, особо максимально. Так, а кто-то исчез, подождите, у них изменился порядок, или кто-то добавился. Так, стоп, стоп, кто ушел? Порядок изменился, ребят. ...с актерами озвучки золотого издания от 1С. Когда будет конфакт с актерами озвучки золотого издания от 1С, самое ценное, фрагменты адовой кухни. Я четко помню, где я это слушал. Строился дом. А сейчас я из окна могу посмотреть на то место, где сидел, пил пиво и мечтал. А, Игорь Кельнинград, поздравляю, если это, если это твой дом, то здорово, отлично, что можно вот так вот в ретроспективе все это оценить. Кирилл Атрон, не очень понял про конфу с актерами 1С золотого издания. Какого золотого издания? Чего золотого издания? Джек пересел поближе к Витте. Окей. То есть они... Нет, судя по всему, они действительно не изменились. Количество их не изменилось. Первой части Масс Эффекта? Ребята, обсуждали сегодня в Твиттере. Это не озвучка 1С, это озвучка Сноубола. 1С не имеет отношения к озвучке первой части Масс Эффекта. Просто сейчас погуглите картинку обложки русского издания Масс Эффекта. Локализатор студии Сноуболл. Та самая студия Сноуболл, которая в свое время обещала сделать нам Всеслава Чародея. Потом они стали локализаторами. Нет, 1С не озвучивала Масс Эффект. Студия озвучки и студия локализации Сноуболл. Так, ладно, понятно. Пока ничего. И даже слышу тех, кто погиб у меня в первой-второй части. По крайней мере, Келли я точно там видел. Как минимум, если бы это был, опять же, чувак посланный в мозг, скажем так, рипперами, то, наверное, он бы что-нибудь ему говорил или там, не знаю, ну, в общем, какую-то воспитательную работу пропагандистскую с ним проводил. А тут это просто, как бы, один из персонажей, который возведен в образ символа. Еще один важный кирпичик в этой теории. Собственно, вот финальная сцена, которая тебе понравилась, именно, которая в стиле спасения Рядома Райана, когда мы все несемся к этому лучу. Первое, что вызывает вопрос у этих пунктознавших заговорщиков, что, значит, выделен Шепарда сбивает, испаряет луч смерти. Он не испаряет. Имеется в виду, что луч смерти в их должен быть, я не понял вопрос, что он от Шепарда не должен оставить. Там видно, что он рядом проходит. Он рядом проходит. Ну, это такой вопрос, да? Опять же, вопрос вот этих вот любителей прикопаться к хуйне. У меня ответ всегда был один. Я даже в ВКонтакте всем писал. Я, вообще-то, всю игру пробегал в броне этих Цербера. И она, для меня лично, вот я так люблю, да? Когда я играю, я люблю все как-то вот фантазировать и понимать, как это все работает. У меня броня Цербера, которая сделана по технологии Жнецов. И, естественно, Им тоже понравилась Шепарда. Она выдерживает этот удар и вообще она стоит как целый дредноут Шанхай. А у рядовых, которые испарялись, у них, естественно, дешевая стандартная броня. Вот так вот, друзья мои. Это по поводу того, что Шепарда не мог выдержать. Окей. Дальше начинается самое интересное. То есть после того, как Шепард просыпается, действительно получается именно так, ну, то есть он приходит в сознание, вот, то теперь мы должны следить вот сейчас за каждыми действиями Шепарда. Здесь это самое вот узловое, вообще анализ. Узловой момент, да. Here's what you missed. И отсюда, вот с момента пробуждения Шепарда, по мнению заговорщиков, Шепард находится у себя в подсознании. То есть то, что он встает и ползет к вот этому лучу, этого ничего не происходит на самом деле. Окей. и доказательства. Пистолет стреляет бесконечными патронами, как во сне! Опа! Нашли! Господи! Отговорочку! Кстати, друзья мои, в первой части у пистолета тоже не было патронов, если вы вспомните. Вообще, у оружия не было патронов, только перегрузка. И если ты в правильный вставлял эти апгрейды, то к концу игры у тебя пистолет, в принципе, стреляет ни разу, вообще не кончая с патронами. Ну, это такой, отсылка к первой части для тех, кто забыл. Ну, я считаю, что это всего лишь художественный прием, то есть ты должен написать вот этого последнего. Вконтакте пишите пять или шесть раз личные сообщения. За время того, как за время того, как ты оправляешься от удара, который был нанесен лазером, ты стреляешь три раза в хасков, два раза ты стреляешь в цитадели, не, 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 а в этом мародеры последнего защитника. В каких хасков там стреляешь? Там еще три хаска. Да, да, то есть там на тебя бегут какие-то уроды, то есть ты стреляешь. Да, сначала ну, короче, шесть-семь раз ты стреляешь, поэтому делать еще патроны, что... Вот именно, и опять же... Закончились патроны, были... Так, я вижу какое-то удивительное количество вопросов по поводу того, что происходит на стриме. У меня точно такое же огромное количество вопросов, что происходит на стриме, потому что стрим называется, ну, собственно, Day, который сегодня, 7 ноября, так созвучно, он сопал с N7, это известный термин вселенной Mass Effect, и поэтому уже очень давно, 7 ноября, празднуется N7 Day, посвященный Mass Effect. Сегодня специальный стрим, посвященный Mass Effect Cast and Crew Reunion, то есть команда Mass Effect и команда озвучки Mass Effect вместе собираются. И мы, наивные люди, думали, что сегодня покажут нам что-нибудь посвященное наконец-то таки ёбанатый в рот ремастеру. Но, судя по всему, нам этого не дождаться, и это действительно просто болтовня по зуму не совсем топовых персонажей Байвер. Не совсем топовых, ну, за исключением двух, наверное, Шепардов команды озвучки. Мы уже тут перечисляли, кого нам не хватает. Огромного количества персонажей, правда. Ну, начнем с того, что здесь нет Гаруса, например. Ну, там можно перечислять бесконечное количество голосов, которых нам здесь не хватает. А то, что происходит прямо сейчас, мы слушаем подкаст «Одовая кухня», 51 выпуск, посвященный всей правде о Mass Effect 3. Они ностальгируют. У нас есть тоже право поностальгировать. Почему нет? Чтоб дышал я больше носом и потом сержант. Корносы много задраил вопросов. Да. Окей. Окей. Понял тебя. Вот. Они ностальгируют, ну и мы ностальгируем. Только мы ностальгируем о том, что действительно у нас вызывает какие-то трепетные чувства. Да, представляете, закончились патроны, и что? Все? Переигрывать сцену, что ли? Да. Плюс еще есть такая тема, как анимация, потому что он там по-другому ходит, немножко сгорбленный и так далее. Ради там 5 секунд геймплея они будут делать отдельную анимацию, как он, короче, перезаривает еще этот пистолет. Да, да. И плюс, и плюс, если это происходит во сне, то во сне обычно ты ходишь не как контуженный чувак. Да, это, кстати, тоже очень хороший момент, то что, если тебя убило, то ты просто, ты как бы, окей, воссозданная реальность, но ты как бы все нормально, вот, провесло. Да, кстати, во сне я бегал без шрамов, вообще без всего. Да, да, да. А тут я был понятно, и причем еще, явно испытывая боль. Еще, следующий момент вот этой теории. Каким образом Андерсон оказался первее Шепарда на Цитадели? Друзья мои, вот так вопрос. Все, вы меня поймали. Все, каким образом Андерсон оказался первее Шепарда? Да там вообще-то, блин, вся миссия. Because fuck you, that's why. Там вся миссия была. Направлена на то, чтобы кто-то прорвался в Цитадель. Вот именно. Все туда бежали. И поймите, Шепард какое-то время лежал отключенным. Сколько лежал Шепард? Вы можете сказать? Никто не может сказать, сколько Шепард провалялся. Там уже этот... Час он провалялся. Там уже приехал на вездеходе. Андерсон такой, ебать твою мать, все самому надо делать. Даже Риппер уже улетел. Да, да, даже Риппер улетел. Все, то есть атака захлебнулась, друзья мои. И Андерсон встал и там дополз. И потом только Шепард, короче, оказался. Ну, это, как известно, был не конец игры, а только конец атаки. Так что я считаю, что это вообще не аргумент. Что там делает Андерсон? Да все, концовка говно. Каким образом Андерсон оказался? Давайте объясним. Следующий интересный момент. Как мы разъебываем, а? Если вы помните, наш любимый главный герой всей игры Мародер Шилдс. Кстати, вот мы все время повторяем, если вы не знаете, в сети существует уже целое сообщество, посвященное Мародеру Шилдсу. Это вот последнему защитнику риперов, тот самый, который выскакивает в конце. Вот его имя Мародер Шилдс, ему посвящены целые оды, ролики. Вот это, кстати, это очень хороший стёб. Я смеялся. Это реально очень здорово, и я подписываюсь. Это реально смешно. Так вот, опять же, тоже аргумент века. Мародер Шилдс попадает вам в плечо. Почему Шепард держится за живот? Потому что его х***нуло, между прочим, лазером. Он вообще там весь в кровище. То есть мне тоже вот это нравится. Понял, он всё время держится, но когда, ну, как бы... Ну вот, а ему попали в плечо. То есть эти ранения ничего не значат, значит, всё происходит... Болит же плечо. Всё происходит во сне. А хорошо, а как тебя во сне может убить Мародер Шилдс? Ага, как он это сделал с Георгием? Окей, они продолжаются. Мне, кстати, потом ещё и этот Иллюзивмен убил. Нормально. Я просто решил, я решил второй раз подождать вообще, а что будет, если я не буду наживать? И он такой, такой же разбор по Готфолу. Опять же, не сдаются. Как у Иллюзивмена, он же призрак, не представляет, что нужно сделать. появиться способностями, которыми обладали лишь сами Рипперы. А если вы помните, он заставляет Шепарда выстрелить в Андерсона. Но там вообще-то как бы показывается, что операция ему предстоит. Да, он вообще-то уже довольно-таки давно под... Ну, не то, что под воздействием, но, наверное, под влиянием. То есть он пытался сопротивляться этому, но, понятное дело, бесполезно. И плюс, если вы вообще-то не читали Бека и прочего, Иллюзивмен изучает десятилетиями уже со своей молодости технологии Жнецов. Он, значит, с ними столкнулся во время войны за Шанг-Си, во время войны Первого контакта, которая была 20 лет назад. И он тогда впервые столкнулся с артефактом Жнецов. Ебашек по фактике. То, что он вот сейчас творит в середине флота Жнецов. Наверное, это, в общем-то, легко объясним. Ребята хотят поиграть вот в фактические вещи. Давайте, давайте, разберем это. Вот теперь, Петя, твой ход про диалог с каталистом, возмущение следующее. В ходе диалога каталист несет вам откровенную чушь. Это сейчас цитату, я говорю, видите? Николай, спасибо большое за подарки. Разбирайте, кому досталось. Всех поздравляю. Добро пожаловать на борт в Норманди. Синтетических уничтожением которых, по его словам, является смысл существования Жнецов. По ходу разговора у вас практически нет никакой свободы выбора. Вы лишь наблюдаете со стороны и получаете возможность действовать лишь тогда, когда вам дают выбрать одну из трех концовок. В данном случае это приводится все в доказательство теории, что Шепард фактически во сне и он скован. Но, опять же, это полная бредятина. Эпидема, привет! Рассуждать о том, все-таки, что же такое канадисты и карнавал. Собственно, чего он сказал Шепарду, потому что человек, который сочинял эту теорию, видишь, он считает, что каталист несет откровенную чушь. Сочините. А мне кажется, что это вы, идиоты, несете откровенную чушь. Вот я читаю, Дро, пожалуй, на Дредноут Шанхай. Это уже, Виктор, под вашим влиянием, просто как Шепард под влиянием жнецов также находится. Здесь, мне кажется, надо начать немного издалека. Вся трилогия Mass Effect для тех, кто малообразован, юн, вам вообще нельзя отыграть. дай вопрос, убийства губленов. Мне кажется, что экзистенциализм отвечает нам о повороте дроу с той стороны, что вне зависимости от гналов и меконидов, игре похуй. Это Ирликсес. Даня, ну вот как бы вот, ну зачем? Ну зачем? Я понимаю, что Baldur's Gate имеет отношение к BioWare, но типа это очень, очень, очень тонко, узко и прочее. Типа, ну зачем? Не сейчас. Правда, Baldur's Gate вообще вот сегодня не день Baldur's Gate, а сегодня день, когда Baldur's Gate можно не вспоминать. Ребят, нет. Ленив, туп, или хочет, видимо, изобрести свою замечательную космооперу, вам важно знать, что вся трилогия Mass Effect, она пропитана библейскими цитатами. Иногда настолько дословно, что их добро пожаловать у нас вред ноут Шанхай. Очень непонятно, как включил эту игру и зачем он это сделал. Сиськи. Слепой. Глухой. А, это вообще тогда, да. Он их нюхать, что это проблема. Ну ему говорят, наверное, как они. Смотри, наступиваю. Настукиваю там. Ну вот. Итак, само пришествие Жнецов это судный день. Это аналогия с потопом, который устроил бог, когда увидишь. Ребят, сейчас смотрят 8500, ну типа 8500 эту трансляцию. Ну то есть, только нас, нас было недавно практически тысяча. Сейчас уже, ну, ливают люди, потому что понимают, что там ничего не изменится, адовую кухню они уже слышали или не хотят слушать и прочее. ну как-то, как-то, я чувствую, короче, ничего не будет, ну потому что, ну это прям, ну это прям совсем смешно. В общем, все, что мы знаем о ремастере, все нам сказали. Все нам сказали и, ну, ничего больше не будет. Да, они будут так еще час болтать. Нет, я просто, я смотрю на количество зрителей. Ну, это не похоже на анонс супер-пупер, блин. Ребят, 8000 для мирового анонса, но это ни о чем. Ребят, нас, нас с вами только, вот я вижу на цифры, там около 900. Вот только у меня. Ну, представьте вообще, сколько там есть гораздо более популярных стримеров, чем я, и получается, что людей, которые смотрят за этим, гораздо больше, чем вот те, кто на официальном канале. Ну, это так не бывает. Обычно, если прям, прям супер-мега-анонс, тут, тут измеряется десятками. Тут измеряется десятками, все-таки это действительно между собойчик такой, который они устроили, но зачем, ну, ну как бы, ну, они все самое интересное рассказали заранее. Ну, кто так делает? И получается, здесь собрались только люди, которые только вот испытывают какую-то прям совсем глубокую ностальгию по этим голосам и актерам, звучащим 7 лет назад, напоминаю. И при этом, и при этом, они собрались здесь, на самом деле, далеко не всех. Некоторых, некоторых персонажей приходится вспоминать. Приходится вспоминать. потому что ключевых здесь, конечно, нет. Ну, ладно, хорошо, ладно, давайте. Иллюзив Мэн это слишком, это, возможно, слишком дорого, но, ну, блин, ну, без Гаруса, без Врекса, без старой команды, не знаю. Некому анонсировать, это только актеры. Нет, 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 ребят, ребят, здесь, здесь три, три человека из Байвер. Ребят, здесь три человека из Байвер, но, видимо, они говорили об этом, может быть, они, на самом деле, ну, мы же там с вами, ну, не слушаем, да, нам некогда, но там, возможно, они что-нибудь перебрасываются фразами про грядущее, ну, обновление, но, скорее всего, актеры, а, ничего не знают, это, это 100%, вот, а сотрудники Байвер, которые здесь есть, они неуполномочены, поэтому, даже если они что-то вдруг перемолвились несколькими фразами о грядущем ремастере, то, скорее всего, это, ну, это тоже общие слова и абсолютно незначительные. И Джокера нет, да, 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 и Джокера нет. Кстати, самое забавное, что он заявлен. Вот, кстати, если, если шина ждать было, наверное, ну, это слишком круто, то, ребят, то Джокера с Эта Грина, то Джокера с Эта Грина я заметил в описании. Ну, не смог, ну, не смог с Эта Грин подогнать, типа, слишком занят. Включить камеру, чё, да там, не знаю там, вышли новые консоли, сижу ебашись в Xbox. мультик, так, насчёт, насчёт мультиков, не, ребят, сегодня, наверное, финальный стрим перед марафоном по Вальгале, потому что на Вальгале настроен максимально серьёзно, и не хочу сейчас размениваться, и как-то уставать морально и физически, поэтому сегодня мы с вами видимся перед Вальгалой, который стартует 10 ноября, несмотря на то, что сейчас некоторые стримят пораньше, но я видел, я видел эти ограничения по NDA, поверьте, там ограничения довольно жёсткие, просто вот туда не ходи, сюда ходи, вот это показывай, вот это не показывай, обращая внимание на такой-то спойлер, на такой-то спойлер, на такой-то спойлер, ну нахер, ну то есть я не стал заморачиваться, я такой, нет-нет-нет-нет, нет-нет, зачем, я хочу не сидеть, играть вот с таким вот списком, который будет прибит просто перед глазами, вот, хочу свою историю как бы развивать и, собственно, строить, поэтому 10 ноября во сколько напишу, ну вот, в понедельник, наверное, стартует Вальгало, и судя по тому, что я увидел, судя по тому, что я знаю, там прям все очень красиво, хорошо и то, что нужно, поэтому вот, Вальгало, да, и завтра, завтра тоже не будет, потому что, ну, нет-нет, ребят, надо себя как вот в саркофаге, в саркофаге подержать какое-то время, вот, чтобы 10 числа прям проснуться и сказать, да, я готов, я готов, ты не знаешь, если у Ubisoft подписка на игры, нет охоты брать Вальгало за фул прайс, может, по подписочке, нет, 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 у них есть свой сервис, Uplay называется, но подписки, насколько я знаю, там нет, ну уж, тем более, не на Вальгало, это даже не надейтесь, там будет только жесткий фул прайс, не будет лекции перед Вальгалой, пока не знаю, видел, что творится на земле, какой там хаос, и, в общем-то, со многими религиями, сейчас сложно, вернее, как, окончательно ты убеждаешься в этом, именно тогда, когда уже у тебя случился диалог, подожди, что, что вы пишете, что есть подписка на все игры, ну, Uplay+, и вы можете купить Вальгалу, точнее, скачать Вальгалу в Uplay+, прям правда, закосарь, а на Xbox, а на PlayStation 5, а на боксе и PlayStation нет, а, ну, все, окей, окей, есть такая подписка вот на ПК, на боксе и PlayStation нет, понял, интересно, интересно, до этого не уби, этого уби, окей, окей, понял, ну, вот, пожалуйста, вот ответ на ваш вопрос, если есть ПК, если нет ПК, то, как бы, Сарян Саряныч, игры за 7500, вот, ну, не 7500, но вы понимаете, блок с катализатором, и у тебя картина становится цельной, она у тебя полностью закольцовывается вся картина, у тебя все, вопросов не остается, вот эти вот подробно все ответы на все вопросы, в общем-то, я их получил, вот, как в сегодняшней рецензии на афише.ру заметил Андрей Подшибякин, даже, господи, на всякомоподобная форма жнецов, она тоже не случайна, это, Игорь Галининград, да, спасибо, и предыдущие, ну, сообщения и донат я заметил, но, я, может быть, я, может быть, это отсылка к чему-то, я, что я не помню уже, поэтому, сори, Даня, не знаю, этого еби, того еби, не помню, не знаю, о чем речь, к слову о саранче, там, о всякой вот этой вот христианской жести, вот, в общем-то, и жнецы-то эти, они созданы для очищения, жнецы олицетворяют старую жизнь, которой пришло время уйти, катализатор говорит о том, что это был просто, чуваки, Дэнто Мисс Борн, добро пожаловать на Дредноут Шанхай, там пи***а, включай эту х**ню, сейчас мы их уничтожим, он такой говорит, типа, спокойно, я их придумал, я им управляю, я все знаю, я в этот момент просто такой, третий челс сверху, Макси Трепио, третий челс сверху, это Кайдан Оленко, я понял, что Масс Эффект 3 это лучшая игра про космос, которая остается на вермире, которую я когда-либо видел, потому что, да, а также потому, что я вряд ли видел много других игр про космос, за исключением Старкрафта и Империум Галактика, на самом деле, много лет назад, это не важно, это вообще не важно, дело в том, что Масс Эффект 3, в принципе, ее с другими играми сравнивать не очень правильно, потому что такая кросс-культурная, может быть, штука, и здесь можно с сериалами сравнивать, восстанавливать там, да, со звездными войнами, 10 ноября, ну так вот, естественно, если катализатор управляет жнецами и хочет очистить землю от хаоса и дерьма, галактику, значит, катализатор олицетворяет бога, он Шепарду предлагает там какие-то варианты, мы это обсуждали прямо на полном серьезе, выполнять сайд-миссии, и поэтому там быстро, короче, пошел и всех убил, вот, у меня был вариант, ну, и в принципе он был самый логичный, максимально закономерный, объяснимый, и он меня полностью удовлетворил, я взялся за эти две штуки, превратился в пыль, и умер, и стал управлять все это еб**ой, да, по сути, Шепард становится в финале богом, просто элементарно, если идти по, по цитатам и по аналогиям, по референсу, там такая же фигня, как ты сегодня мне, Витя, подсказал, насчет луча с неба, который уничтожился дома Гаморру, про легион, которых, которых много имя им, которая армия демонов, и про призрки, кстати, которые люди, который олицетворяет, по сути, Иуду, потому что, значит, он соблазнился, вот этими вот ценностями. Это твоя теория? Нет, это не моя теория, да х**, поищи в интернете. Ну, в данном случае, все-таки, с чем ты не согласен? Не, а в чем смысл этой теории? Ну, то есть, смысл, что люди не понимают, почему все так, а вот поэтому все так, потому что, кто они там, американцы, канадцы, у них во многих... Да у них кроме кленового сиропа нихера и нет. И Библии. Во многих художественных произведениях западных там всяких искусств, основной источник цитат это всегда Библия. Всегда. Тут можно и Библию, и что угодно привести в пример. То есть, в принципе... Оживление Шепарда, б**, в начале второй части. Называется проект Лазарь. Если кто не видит здесь аналогии, то до свидания. Но опять же, можно не только Библию приводить, а... А почему мальчик? Потому что... Потому что мальчик у юной, потому что это начало новой жизни, а мальчик, потому что первым человеком был Адам. Короче, чуваки, такие вещи надо учить на уроках литературы, а не из подкаста «Адовая кухня», понимаете? Или уроки истории. То есть, в принципе, вот это вот обновление мира, уничтожение старого и появление новой жизни на обломках старой, это, в общем-то, даже не библейский сюжет. Поэтому этот сюжет, наверное, из каменного века пришел. Он у нас в подкорке записан, что рано или поздно... Абсолютно согласен с собой семилетним данным. ничто не вечно. Человек не может повлиять... Это естественный ход вещей. На судьбу галактики, даже Шепард, в общем-то, на самом деле, даже Шепард не может повлиять на судьбу галактики. Для тупых аграриев из города Уродска на вашем поле пасется корова, которая ест траву. Вы убили корову, сделали из нее бутерброд с колбасой. Из коровы вот так вот прямо бутерброд с колбасой. Нарезали ее на бутерброды с колбасой. Сожрали эти бутерброды всем уродском. Посрали на землю бренную. Там выросла новая трава, которую есть новая корова. Что тут непонятного? И последний аргумент, который, собственно, финализирует все это, который более-менее может еще на что-то рассчитывать, но при том, что все остальные аргументы в прах вообще рассыпаны, это вот единственный аргумент, который вызывает вопрос. Действительно. Есть в конце красная концовка, так называемая, которую выбрал я. Это уничтожение синтетической жизни в принципе. То есть ты слушаешь Каталиста, да, Куд слушает Деест, вот, и отказываешься от всех вот этих прелестей синтетической жизни, что, в принципе, я считаю даже интересным вариантом развития событий. К тому же, тебе Каталист говорит, что ты единственная вообще несинтетическая форма жизни, которая добралась до сердцевиниста сады. Интересно, кстати, сколько было циклов. Циклов, судя по всему, страшно. Много. Все классные. Поздравляю. Искусственный интеллект, что Горн строили не протеанцы и не доскровые. Да, да, да. А его, спасибо, и потом до них, и до них. В первой части, когда летаешь по планетам, находишь одну планету, где есть огромная расщелина, по мнению ученых, искусственного происхождения, нанесенная с орбиты каким-то нереальным оружием, и возраст, и возраст этой расщелины 37 миллионов лет. И когда ты вот такой, видишь, в первом масс-эффекте, ты прям такой, у тебя внутри все такое. Вот это ощущение тайны, вот это охуительно, на то, что ударит тебе масс-эффект. Вот это, кстати, прям вот, мне очень нравилось в первом масс-эффекте, когда мы не знали ни хера продолжения, у нас не было ни второй, ни третьей части, очевидно, и в рамках первого масс-эффекта, вот находить вот такие артефакты, когда ты просто путешествуешь по галактике, а там, ну, игра позволяла тебе это делать, просто путешествовать по звездам, ну, ты не на всех планетах мог высадиться, хотя видно, что изначально игра предполагала, что ты мог высаживаться где угодно и прочее, но в итоге доступных планет для мака там оказалось, по-моему, штук шесть, ну, неважно, но подлететь к каждой и просканировать планету ты мог, ну, к великому множеству, и, и вот, периодически ты читал какую-то вот абсолютно пугающую просто информацию о том, что, ну, на этой планете обнаружены трещины, судя по всему, искусственного происхождения и возраст их 37 миллионов лет, и ты такой, ну, понятное дело, что уже где-то, наверное, со второй части, да и, в принципе, и с первой части, наверное, особенно после концовки, ты, наверное, понимал, откуда они, ну, так, ты мог догадываться, окей, ты мог догадываться, что существуют какие-то цивилизации, которые действительно могли это сотворить и 37 миллионов лет назад, вот, но, но только догадываться, и только где-то в конце ты понимал, что имелось в виду, потому что был цикл, и явно, явно вот эти вот трещины, нанесенные искусственно 37 миллионов лет назад на планете, на поверхности планеты, ты понимал, что это все в итоге это вот эти вот свидетельства вот этого сотворения этого самого цикла, но, но в первой части, черт возьми, это было, это дарило такое пространство для воображения, это, это, это будоражило, и первый масс-эффект в этом плане, конечно же, вот, вот прям вот, вот настолько навсегда, что многим он не нравится, но пошли, Ария Зарвулеву вы смотрели «Рай и седьбу» молвеса 3 для Тартаковского? Нет, нет, не смотрел, сори, не смотрел, и вот первый масс-эффект, поэтому для меня навсегда, да, он технически, наверное, устарел больше всех, да, наверное, там есть куча всяких моментов скучных и прочих, которые, за которые Загудаев там любит, там, меня там всячески шпынять и говорит, что, ну, посмотри на масс-эффект, господи, как он играется, да, 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 я все это признаю, но у масс-эффекта, у первого были такие моменты, которые настолько тебя выворачивали наизнанку, с которыми, наверное, не сравнится, ну, правда, ни одна игра, вот просто ты, ты, когда исследовал космос, она тебе дарила моменты, которые, наверное, не дарила ни одна игра, это был первый масс-эффект, отсюда пошла вот моя, в принципе, любовь к масс-эффекту, конечно, от первой части, исключительно, и после этого ты просто дожидался финала этой истории, после первого великого масс-эффекта, вот для меня так, лифты, да, 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 лифты, перестрелки, какие-то моменты затянутые, все, да, все, да, а этот, а этот перебор вот этого инвентаря, господи, боже мой, там же, там в инвентаре в первом масс-эффекте, это такой мудизм, но, но тем не менее, все равно, вот эта вот возможность летать на корабле, ну, не знаю, впервые, может быть, не впервые, но, когда ты по Млечному Пути начинаешь летать и открывать эти планеты, рассматривать их, выисследовать и получать какую-то информацию, которая, как я уже тебе сказал, да, дает тебе какую-то вот информацию для размышлений, которая дальше начинает разгонять твою фантазию, это прям было охеренно, прям, мне такого не дарила ни одна игра, и поэтому Масс-эффект первый на долгом моем сердечке, и поэтому, собственно, вся моя, вот эта вся, сложилась, сложились отношения с Масс-эффектом. Зараза, что ты делаешь? Пойду прочту открытие восхождения возмездия Карпишина. Да, 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 ребят, если читать, кстати, книги по Масс-эффекту, то только тех, что написал Карпишин, там прям, особенно какая из них, наверное, восхождение, блин, или открытие, собственно, которое рассказывает предысторию Андерсона и Сарина. Напомните, ребят, как называется книга? Автор Карпишин рассказывает о том, как Андерсон хотел стать Спектром, но, собственно, Сарин, конечно же, подсуропил. Советую тогда классический и правильный Ридли Скотт, научная, фантастика, каноны и повороты, отсылающие к Вавилону, рай и седьбу Олвес. Это все три книги? Нет, не-не, она была, там Сарин был нарисован. Я вернул назад. А что если в ремастере подтвердят индоктринацию Шепарда? КП? Ээээ, не уверен, но, типа, а зачем? Ну, это же, ну, это же, мы знаем, да, что это, что это, ну, это не фейк, это ложь. Я лишь работник Вавилону, я разработчик из Вавилону, В первых двух частях было сюжетно ощущение загадочности и неизведанности. Привет, унчарти Тварлц. Третья уже просто финализирующая историю эпик. Да, Кирилл Атрон согласен, именно так. За это потом, ведь я правда что-то написал текст этой песни про работника Бэйвэр. Да, 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 текст мой поет Петра Сальников. Так, Архвел еще писал что-то, а что если в ремастере... А, нет, индокринацию не подтвердят точно. Так и Дания, советую тогда классику. Я лишь работник Ритмашкот, фантастика, Вае Улья. А, Рейс Бай Улья. Майс Эфетчт один. Понятно дело, устарело со временем. Ну блин, это начало новой вселенной. Не понимаю, как ее не любить. Да, согласен, абсолютно. Абсолютно. У меня вот, вот, ну можно постепенно уже переходить, потому что я так понимаю, что там ничего уже не изменится, будет ностальгическое общение актеров друг с другом, мы можем при этом присутствовать, можем пройти, что называется, в бар, вот, и общаться с друг с другом, и ностальгировать по-своему. Вот, предлагаю заняться этим. И, ну вот, наверное, главная моя, главный мой хит коллекции, это коллекционка первого Mass Effect. Как вы знаете, Mass Effect 1 вышел благодаря Microsoft, вышел исключительно на Xbox 360, на деньги Microsoft, как некая большая RPG для Xbox 360. Собственно, Microsoft именно это и хотел, и в качестве референса поставил Halo. Отсюда, кстати, Mac. Но обратите внимание, то есть, вот те, кто играл в Halo, наверное, найдут параллель между управлением Warthog'ом, знаменитым Jeep'ом из Halo и управлением Mac'а. То есть, вот это, вот это вот, блядь, вот этот вот ёбаный пиздец на самом деле взят из Halo и, видимо, нужно было, чтобы на боксе была игра с вот этим вот похожим управлением. Обратите внимание, что как только BioWare ушла из-под юридикции Microsoft и вторая часть вышла уже на всех консолях, Mac'а больше не было. Вот, поэтому, на мой взгляд, это вот прям характеризующая такая вот черта, говорящая о том, что Mass Effect первый прямо вот максимально продюсировался Microsoft'ом и я думаю, что у них были интересные, интересные брифинги на эту тему, как должна играться игра. Вот, но тем не менее, собственно, коллекционка, коллекционка первого Mass Effect'а выглядит вот так и, кстати, коллекционки, на удивление, все коллекционки Mass Effect'а никогда не выглядели как-то вот максимально помпезно. Ну, не было коллекционки с каким-то вот таким вот ёбокораблём там Нормандии, с каким-то Шепардом там в Full Armory. Вот, не было. Почему-то все коллекционки они выглядят вот, блядь, вот так, как стилбоксы. Почему? Не знаю. Ну, ну и хер с ним. Зато, зато их проще доставать. Ну, собственно, содержание первой коллекционки это, ну, собственно, ну, собственно, диск. Их даже два. Второй, второй называется Bonus Content Disk. Я сейчас даже не помню, что там, но, наверное, трейлеры там и прочее. Раньше такую фигню добавляли. Книжечка, давно забытый, давно забытый артефакт дисков, потому что сейчас, сейчас такие, сейчас, ну, эта книжечка, по сути, с туториала. Сейчас такие книжечки уже не кладут, конечно. Сейчас туториал уходит в интерактив. И артбук такого размера. И самое главное это кодекс. Кодекс вселенной. То есть здесь описание всех рас, но на самом деле описание всех рас можно встретить и внутри игры. Там зачатки пароля начались. Так, ребят, это важно. Переключаемся. Виктор, ты вроде не говорил. Боявер еще сегодня анонсировал новую игру по вселенной Mass Effect. Какие мысли? Есть пара скриншотов странных видео. Павлюк, не анонсировали они еще игру. Ну, официального нет сообщения ни от Electronic Arts, ни от BioWare. То есть это сейчас слухи, которые комментировать я не хочу, если честно. Поэтому мы здесь в таком положении, что мы можем комментировать все, что угодно. Абсолютно из воздуха. Ну, то есть нет, мы видели статью о журналистах. Анонсирована на официальном сайте. Скажите, где посмотреть? Потому что я, все, что я видел, это статья на офсайте. Electronic Arts, типа. Так, сейчас, погодите, давайте. Ну, и куда зайти? Давайте, давайте, захожу просто под BioWare. Давайте. Если там нет, то fuck you. Я видел, я видел это сообщение, но, ну, не BioWare.ru, конечно. Ну, где смотреть? Просто скажите, ну, кроме BioWare.ru. Вот где? Зайди в Twitter BioWare три часа назад. У вас началось, блядь. Хорошо, BioWare три часа назад. Давай. Так, ну, анонс ремастера. И последний твит от BioWare 23 часа назад. Что вы мне хотите сказать? Где? Где анонс? Ёпт. Я.ком? Хорошо, я.ком. Давай. Давай. Let us update. Да давайте я вам открою даже это все. Ну, где? 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 Давайте. Давайте. Где? Где оно? Где вот это все? И, собственно, анонс, анонс, блин, ремастера. Это тоже как-то вот очень из-под полы. Где? Где? Покажите мне, где? Вот, перехожу в Twitter BioWare официально. Что? Twitter официальный. Итак, вот. У них появилась шапочка, что весной придет ремастер. Окей. Слава тебе, господи, перекрестились, за этим и собрались. Дальше. Анонсировали, что будет заапдейченный артбук. Круто. Возьму. Собственно, 4 часа назад. Your choices, your squad. Это вот. Можем. Давайте. Давайте посмотрим, раз как у нас этого не было. Давайте здесь хотя бы посмотрим. Итак, анонс ремастера Mass Effect в студию. Я даже себя уберу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я разработчик Блок.biowary.com Первая ссылка HIPP N7DA Так, ребят. Так не анонсирует продолжение. Вы понимаете, что вот это, вот это более-менее тянет на анонс. Вот эти все ваши А ты зайди на blog.biowary.com Это полная параша. Так не анонсирует продолжение. Так не анонсирует, блядь, продолжение. Бумерский анекдот вам. Подходит посетитель гостиницы к ресепшену и говорит Вы знаете, вы меня поселили в номер, где видно, что из окна я вижу, как в соседнем номере ебутся. Они такие Ну, мы приносим свои извинения. Ну, давайте мы к вам зайдем и посмотрим. Поднимается к нему в номер. Открывает шторы. Ни фига не видно. И такие Мужчина, а что вы имели ввиду? А вы на шкаф залезьте. Вот это из этой серии. Ну, типа, ребят, если вы говорите о том, что новая новая игра в серии Mass Effect планируется выходить, я хочу видеть заголовки, я хочу видеть заголовки везде. Они из серии, а вы на шкаф залезьте. Я не собираюсь залезать на шкаф. Я не собираюсь залезать на buyware.com ссылка Happy End 7 Day, чтобы что? Чтобы что прочитать? Ну, вы знаете, мы планируем новую игру. Это все... Ребят, это Electronic Arts. Они закрывают... Они закрывают игры почти сделанные. Я пока трейлера не увижу, не... Впрочем, к серьезным вопросам. Nvidia RTX 3080 или Xbox Series X? Оня Николай, ну, смотря для каких задач, вот, но в целом рассматривать Series X как на самом деле недорогой недорогой пекан, на котором будет идти мультиплатформа, типа... Это хорошая идея. Это правда хорошая идея. Я лишь работник в buyware. Я разработчик из buyware. Мы идем куда-нибудь. А, ни хера себе. Ни хера себе, Гитман. Ты бы не написал бы в личку вообще. Но это не Гитман написал, конечно. Это не Гитман. Гитман не в личку написал бы. Так, что у нас там было? А, мы продолжаем потому что подкаст. Так, я решил отказаться от синтетической жизни и дать свободу. Свободу органической жизни. Свободу органика. Он стреляет, значит, вот в эту фигню, я не знаю, как ее еще назвать. Сзади исчезает мгновенно вот эта сущность. Нет, ну еще раз, ребят, ребят, так не анонсирует игру, серии Mass Effect. А вы знаете, вы прочтите, у нас там где-то в блоге написано, что мы, в принципе, планируем. Это просто параша, блядь, бомжа. Вот игру серии Mass Effect вы анонсируете так, чтобы лох столбенел. Это Mass Effect, ребята. Не надо мне вот этих вот прочтите где-нибудь на задворках, блядь, нашего, сука, блога, что мы анонсируем новую игру серии Mass Effect. нахуй идите, блядь. Тем более, еще раз говорю, это Electronic Arts. Electronic Arts вас еще закроет нахер всех. Вот эту всю вашу тусовку, которую сейчас наблюдают, Electronic Arts еще выгонят на мороз. Поэтому я приму анонс нового Mass Effect, только когда я увижу мега супер пупер трейлер, который просто из всех вообще щелей идет. Потому что мы говорим о серии Mass Effect. А это, простите меня, одна из величайших серий поколения. И к ней, пожалуйста, относитесь с уважением. А не анонсируйте ее, блядь, в Твиттере, блядь. В смысле не я? Ты че охуел? Сотку на карту верни. Так, ну началось. Ну началось. Сражение сражение гитманов в комментах. Не знаю. Я уже не знаю, кому верить. Не знаю, гид, видишь? Если ты так мне пишешь, наверное, никуда не поеду. Не лезьте своими немытыми хуями в наше детство. Да, 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 ребят, анонсируйте Mass Effect так, чтобы просто вот... Не, ну серьезно. Нет, ну слушайте, ну что, как они анонсируют Battlefield? Как они анонсируют, я не знаю, FIFA? Ну как анонсируют Electronic Arts в свои игры? Вот так вот, Вот так вот, типа, пройдите, пожалуйста, по ссылке в блог, и там на третьей строчке прочтите, что мы делаем новую игру. Ну что это за поебистика, блядь? Вы че, ну где самоуважение? Ну где самоуважение? Не, ребят, это Mass Effect, это Будьте любезны! Я вот сейчас включу вот этот свой диалог. Я ветеран Идан Прайм. Будьте любезны анонсировать Mass Effect так, чтобы я, ветеран, просто вот так вот встал с кресла шатаясь вот так вот и такой да, командир Shepard! Мы возвращаемся на Нормандию! Поехали, Резервмен в деле. Окей. Нет, ну вы согласны? Нет, ну правда, давайте, ну по-честному, сейчас давайте, без рофлов. Ну вы согласны со мной? Ну вы согласны со мной, что Mass Effect нужно анонсировать так, чтобы... ну согласны. Ну потому что, ну блин, ну мы о чем говорим? Мы говорим о какой-то проходной серии, что ли? Мы говорим о Mass Effect. Ёб твою мать. Вообще, блядь, соображаете там у себя? Вы, вы, вы с чем шутите тут, блядь? Согласен, но это в нашем манимирке. Да не согласен. Ну то есть, в принципе, в принципе, они понимают, что, ну вот опять же, устраивая вот примерно вот эти мероприятия, они понимают, что комьюнити-то довольно сильное и оно такое. Будьте любезны. Вот это, ребят, ребят, ветераны Иден Прайма, вот я сейчас вам скажу, может быть, страшные вещи, но это так. Ребят, ветераны Иден Прайма сейчас, это мы с вами. И вот мы с вами в какой-то момент должны будем орать, будьте любезны. Это мы. Это мы сейчас. И мы не позволим с нашим вот этим вот прошлым обращаться слишком вольно. И вот эти вот анонсы, знаете ли, где-то на третьей строчке на форуме я разработчик из Bioware. Согласны, конечно. Ме заслуживает первые полосы в Нью-Йорк Таймс. Но имеем, что имеем. Игру они заявили в блоге у себя. Хули делать-то теперь? Я считаю, Павлюк, я считаю, что это не заявили, я считаю, что это просто, знаете, бывает частная инициатива на местах. Ну, кто-то из разработчиков что-то там, ну, что-то вякнул. Нет. Нет. Не-не-не-не-не. Зная, зная, зная тем более Electronic Arts, как они вот так вот закрывают проекты, ничего не было. Ничего не было. Ждем полноценного тизера, затем трейлера. И только тогда даже тизера недостаточно, ребят. Проекты закрывают и после тизеров. Ждем какой-нибудь трейлер такого мощного. Да, ты примерный. Вот тогда можно сказать, что да, следующий Mass Effect идет. Но, но, ребят, ребят, вообще похер на новый Mass Effect, который теоретически где-то может быть. Вообще насрать на него. Вам не насрать на него, мне, честно говоря, насрать. Потому что, что у нас есть уже великая трилогия, которая выйдет весной 2021 года. Вот на самом деле, вот с этим вас и поздравляю. И вот на самом деле для нас это было самым главным. и весной 2021 года я планирую вновь пройти Mass Effect и буду прям очень рад. Вот. По большому счету нас на самом деле отвлекли от главной темы, для чего вообще мы сегодня с вами собрались. Это ремастер Mass Effect. он будет весной 2021 года. И это здорово. Вот это здорово. А вот это новый Mass Effect. Они делают, не делают. Слушайте, вот давайте вот это вот. Вот когда сделаете, тогда приходите. Вот серьезно. То, что касается реально сингловых RPG и Electronic Arts. Dragon Age следующий. Где? Ребят, поэтому тут мы можем еще годами ждать, поэтому лучше просто в данном случае забыть про какой-то анонс. Вот тем более из блога, что они делают следующий Mass Effect. Вообще нас это не интересует. Вообще посрать. Ребят, главное это это ремастер Mass Effect, который подтвердили, что он будет весной 2021 года. Вот это это главное, ребят. Вот это главное. А то, что они там рисуют, там не рисуют. Сколько они Dragon Age рисуют? Ну правда. И мы можем, слушайте, зная Electronic Arts, поверьте, они могут сказать, что типа Dragon Age 4 не оправдал наши ожидания, поэтому мы его придушили. Вы вообще понимаете, с кем вы имеете дело? Поэтому камон. Вообще в жопу все эти шедоу анонсы. Главный состоялся сегодня, потому что подтвердили его как минимум в официальном аккаунте BioWare. Ремастер великой трилогии. Нам что-то еще нужно? Нет, ну серьезно, нам что-то еще нужно? Гатфолл. Ну кроме Гатфола. Так что на самом деле самое главное сегодня... я лишь работник BioWare. Я разработчик из BioWare. Не надо шутить с Mass Effect, блять. Тут другие ребята. Это не колда, это не батло. Я, твоих маркетологов здесь порвут на части. Это 250 тысяч отборных ветеранов и Дин Прайм, блять. Они все разнесут. Спасибо, Шепорт. Да, хорошо. Спасибо, сообщение хорошее. Так, я где-то видел сообщение, что типа Великая Трилогия это Ведьмак. И типа идите нафиг своим Mass Effect. Вот вообще. Вот идите нахуй на самом деле с Трилогией Ведьмак. Потому что люди переигрывают Трилогию Mass Effect. Но никогда не переигрывают Трилогию Mass Effect. Ведьмак. Так, я сейчас правильно выразился. Итак, люди переигрывают Трилогию Mass Effect. Но никогда не переигрывают Трилогию Ведьмак. Потому что в основном все играют в Третьего Ведьмака. Ну правда. Ну правда. Ведьмак Третий Великий. Ведьмак Первый Хороший. Хороший. Вот Хороший. Ведьмак Второй Говно. Вот это забыли. Вот. Но в целом, в целом, когда людям вдруг хочется переиграть Великую Трилогию, они переигрывают почему-то Mass Effect с первого до последнего, но не Ведьмак. Потому что Ведьмак это на самом деле по сути три разные игры. Ну, это три разные игры. Это три разные игры. И большинство людей ворвалось Ведьмака с третьей части. Я думаю, с этим тоже спорят никто не более. Вы чещенки. Великая трилогия это Сталкер. Да-да-да. Поэтому дико ждем Сталкер 2. Вы не ворветесь в Mass Effect с третьей части. Ну, никак. Ну, Ну, потому что это прямое продолжение второй и первой. Ну, блин, это единое произведение. Про Ведьмака нельзя сказать, что это единое произведение. Ну, увы. Ну, просто вот нельзя сказать, что это единое произведение. Нет. Оно во всех смыслах это, по сути, три разные игры. Но в единой вселенной. Да-да-да. Вот. Нет. Ведьмак 3 это величие. Тут как бы вот, ребят, я с вами. Ведьмак 3 это величие. Тут не поспоришь. По поводу второго и первого спорить можно бесконечно. Аргументов там дохера с одной и с другой стороны. Ведьмак 3 Mass Effect 1, 2, 3 это одно произведение. Одно. Нельзя ни одну часть Mass Effect рассматривать по отдельности. Ну, потому что это как-то глупо. Да? Не правда ли? Даже Ледьмак 1 лучше Mass Effect 3. Ну, блин, я много раз говорил, что нельзя рассматривать части Mass Effect отдельно. Вы либо рассматриваете Mass Effect... Ребят, Mass Effect это единое произведение. Mass Effect 1, 2, 3 это одна игра. Одна игра. про Андромеду я не говорю, потому что Андромеда не номерная часть. Ну, а что здесь такого? Андромеда не номерная часть. Это спин-офф. Ну, то есть, как бы, почему про нее вообще, в принципе, нужно говорить? Это ебаный спин-офф. Ты либо этот спин-офф рассматриваешь, а можешь его не рассматривать. Он не влияет вообще на сюжет, на развитие и на историю. Великая трилогия это Архам. Ну, Архам тоже Великая трилогия, согласен. Включи звук стрима, пожалуйста. Давайте. Я могу слышать какие-то партии. Уберите волшебный 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 Я велик все вряд воду в вы гги гб гб га гс гу га 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 Это Джек. Это Джек. Это Джек говорит. Они действительно делают. Да, это как мне в любой партии. Нет, я просто воню. Я лишь работник в Айвэр. Я разработчик в Айвэр. Серия FIFA. Вот это одна игра. Одна и та же игра. Это Андрей Загудай у нас сказать, чтобы он взорвался, просто вот... Просто улетел в космос вот со старта вот так. Блин, я прям хочу. Я хочу снова вернуться в Mass Effect. Прям вот... Ну, правда. Ну, ребят, ну... Трилогия Mass Effect — это одно из лучших, на самом деле, произведений в sci-fi, условного... условного sci-fi, ну, которое реально с нами случалось. Правда. Помимо, собственно, редкой... редкой части для первого бокса... у меня, собственно, уже есть трилогия Mass Effect, и которая... и которая, самое забавное, пойдет прямо сейчас на моем Xbox Series X. Вот прямо сейчас. пока вы ждете трилогию, оно у меня есть. Можно было... можно было сегодня пошутить, сказать, что, типа, мне уже... мне уже прислали. Мне уже прислали трилогию Mass Effect. Вот, оно у меня есть. Коллекционка, третья часть. Это коллекционка, обратите внимание. Которая не содержит полноразмерного Шепарда, там, еще там, чего-то. Она, на самом деле... Почему-то коллекционки Mass Effect всегда были скромными. Вот это удивление. Вот, они всегда были скромными. Которая содержит блядь, что? Которая содержит комикс, открытку и артбук вот такого размера. Запускаю трилогию на безумие. Чач. Ну и, собственно, стилбук здесь. Ну и стилбук хороший, стилбук прям красивый. Да. Тут два Шепарда, мужской и женский. Но это все. И это коллекционка. Вот такие были коллекционки. Хотя в то время уже были коллекционки с фигурками. А если в ремастер завезут русскую локализацию вместе с озвучкой? Не завезут. Не завезут, ребята. Даже не надейтесь, потому что они будут использовать ту локализацию, которая засуществует. Будут субтитры. Нет, не надейтесь, ребята. В России переводить никто не будет. Специально для России дублировать, дублировать тоже никто не будет. Просто свыкнитесь с этой мыслью. Этого не будет. Ну, собственно, я же перечислил всю мою коллекцию. Как вы заметили, у меня не хватает коллекционки второй части. Но она точно так же выглядит, как просто большое толстое издание DVD-диска с какой-то херней. Ну, просто в свое время не купил, искал на рынках, находил, но что-то как-то либо поюзанное, либо прочее. Ну, в общем, приобрету. Хотя, с другой стороны, в скором времени ждет меня великое переиздание. Может быть, великое переиздание будет, наконец-таки, с фигурками? Или с чем-то еще? Потому что коллекционки в свое время были действительно немножко удручающие, немножко странные. Повторюсь, это коллекционное издание Mass Effect 1. Другого нет. Другого нет. Нет какого-то супер-мега-издания с Сарином и прочим. Вот. Вот это все. Вот это все. Это вот коллекционка для Xbox 360. Вот она была вот так. Но она, кстати, клево выглядит, потому что, с одной стороны, Сарин, которого я считаю реально одним из супер-злодеев прямо вот века. С другой стороны, Шепард. То есть, это, конечно, для меня это память и прямо вот навсегда. Это ценность. Это прямо ценность. Вот. Но, но на удивление, на удивление, можно было купить Шепарда или другие фигурки из Mass Effect у сторонних производителей. Но никогда, никогда не было Йоба-издания Mass Effect. Может быть, может быть, будет в этот раз. Со шлемом, например, там, я не знаю, там, и чайливать, но никогда не было Йоба-издания Mass Effect. Почему? Хуй его знает. Даже у «Ведьмака первого» была лучше. Даже у «Ведьмака первого» была лучше. Согласен. Согласен. Вот. Вот. У «Байвер» был свой магазин. Ребят, я сейчас не про магазин, еще раз говорю. Купить отдельно можно было много всего. У меня там где-то Кроган стоит. Я имею в виду само издание. Вот сами издания, они всегда были почему-то, вот почему-то выглядели вот так. Вот все. Ты не мог купить, если даже хотел, ты не мог купить ничего больше. Ты не мог купить издание с, не знаю, с макетом Нормандии. Хотя, казалось бы, надо же напрашивать. Нет, погодите, меня там... Нет, стоп, мне там... Мне там Гитман пишет, что он там меня где-то ждет уже. Я был в пресс-релизе сегодняшний день. Я бы сказал, что я могу вас позвать к Байверу-блогу. Потому что это правильные вещи, которые правильные люди позволят сказать. Да, это правильно. Мои аплодицы. Мы близко к времени. Я хочу確ку мы читаем line 19, потому что это очень... Ну, если это Гитман был, конечно, в комментариях. Ха-ха-ха. Гитман ждет на Эйден Прайме. Главное, чтобы они на Вермере. А Dragon Age Storm коллекционки. Кстати, Dragon Age коллекционки не видел, не знаю, поэтому не могу ничего сказать. Не могу ничего сказать. Ни уничтожить, ненависти, ненависти. Ни уничтожить, но это также привело к нам Служи, али, друзья. Вермер. Это связи, что нас связывает, что не будет что Ни Реапы никогда не понимать. Это более мощный, чем ни вето, сильнее, чем ни в корабле. Это не будет оттенок, или уничтожить. В следующем часе будет решать the fate of everyone in the galaxy every mother every son every unborn child they're trusting you depending on you to win them their future a future free from the threat of the reapers thank you guys so much if i could just do an augmented legion line just to round it out and here it comes does this country have a soul yes it does awesome thank you let us heal now when shepard говорит просто так без не играя голосом то вы узнаете что это shepard это шепард сейчас говорит earlier this year uh i just tweeted about it earlier today uh you can also find it's a gofundme account for michael hogan uh so you should be able to find that link and uh they're very close uh to reaching their goal so it'd be really great if uh we could push them over the line on m7a amen he's an extraordinary guy in fact i'm gonna see if we can put the link for the fundraiser in the comment section of the video i think we should be able to do that um ryan we'll weigh in on that but yes that would be amazing he's a beautiful man i mean just a beautiful man and supporting them is so important так у них заканчивается но при этом у них по расписанию написано что типа что-то будет дальше давайте посмотрим может быть они покажут блять геймплей ремастера я не знаю я сейчас ничего не загадываю ну или просто я еду к гитману бар все давайте так две две опции так два пути два пути два пути перед шепардом новый mass effect покажет ага конечно три раза трейлер гардфолла нет две концовки да две концовки которые выберешь красную или бардер нет правда ну я слушайте ну я вместе с вами еще раз который раз обнял обнял свою коллекцию масса эффекта который который я считаю у меня одна из самых ценных вот правда вот у меня вот я считаю что у меня коллекция масса эффекта одна из самых мощных ну то есть я могу поспорить с этой коллекции с другими она она не полная конечно не полная не хватает а нет у меня кстати есть российское издание с переводом от сноубола есть где-то там даже не распечатанный по моему ну нахер его показывать вот а то что касается вот для для бокса у меня прямо вот прямо полочка но не хватает коллекционки для второго масса эффекта знаю знаю плюс плюс сюда добавится издание вот это переиздание для новых консолей было проспорить Массивная команда. Я хочу благодарить вас. Я хочу благодарить каждому человеку, кто играет этот игрок. Я люблю вас, и я благодарю вас. Мы получаем то, что мы делаем, потому что вы делаете это. И спасибо за дать нас жить в вашем мире. Мы нужна группа фотографии. О, да. Групп фотографии. Групп фотографии. Групп фотографии. Теперь я готовлю, я готовлюсь. Я готовлюсь. Я хочу, чтобы я скрою эту ногу. Я готовлюсь на ремонции. 1, 2, 3. Спасибо большое, в том числе. Групп фотографии не нужно сказать на них детские линзы. Скаживаем? Сейчас, мы можем сделать вitzу в линии? Мы можем сделать в влевую версию. Субтитры сделал DimaTorzok Я должен идти. Но согласитесь, если бы это было все, мы бы с вами бомбанули бы вот просто вот видите вот этот след. Это я бы взлетал. Но мне как бы и предъявить то нечего, потому что ремастер объявлен. Он как бы... Да самое забавное, что они просто взяли это фан-арт. Вот это фан-арт. Есть фан-арт. Ладно, все. Все, не хочу бомбить уже просто все. Я в этот светлый праздник хочу поздравить вас с тем, что существует великая серия, в которую на самом деле вы можете поиграть прямо сейчас, не дожидаясь гребаного ремастера. Но поскольку я ту же первую часть проходил множество раз и последний раз проходил, я помню, на Найтмэр, поскольку мне нужно... Мне нужно... Каждый раз мне нужны были новые ощущения. Поэтому я проходил ее на Найтмэр и прошел. Я подожду все-таки ремастер. Но если вы не играли, то она в принципе существует. То есть ничего как бы не изменилось. Это великая космическая сага. Она есть. Она, собственно, доступна. Но если вы хотите подождать, то весна 2021 года. Весна 2021 года и вновь вернется великая сага, которая, я считаю, правда, одной из самых потрясающих космических РПГ, которые у нас были. И я считаю, что нам всем вместе очень повезло, что у нас есть Mass Effect. И поздравляю всех, кто разделяет мое мнение. Всех вас. Субтитры сделал DimaTorzok